Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Таким образом, вот я получил вот столько ответов от наших товарищей из других городов и Весей. Вот, сначала я, кстати, обнародую, что с этими самыми, а в это время вы как раз и подготовитесь хорошо все. Учтете те недостатки? Ну, как всегда, ленинградцам лучше, конечно, тем, кто ходит точно, это понятно. Понятно? Вот, они учатся на чужих ошибках, ой, то есть на чужих, а они на своих. Поэтому вот так. Так, начинаем. Вот, товарищ Теплов. Владимир Викторович, деревня Гарбалова. Почему начало чистого бытия? Оно просто есть и все. И о нем нечего сказать. Момент остановления. Моментом остановления является приходение и возникновение. Все, зачет. Больше ничего и не надо. Чербаков. Почему начало чистого бытия? Начало – это не развитый результат. Ну, вот это нам вот, это здесь, это правильно, конечно. Но почему оно чистое? Для этого совершенно это не нужно. Чистое, потому что мы его берем в самом начале. А раз мы берем его в самом начале, мы о нем ничего не знаем и знать не можем. Поэтому мы о нем знаем только то, что оно есть. А раз оно есть, оно бытие. Момент остановления. Бытие, оно чистое, простое бытие, в нем нечего созерцать, нечего наблюдать. Значит, оно переходит к ничтоу. А ничто, если оно есть, то оно бытие. Одно, другое переходит, появляется движение исчезнения бытия в ничто, и ничто в бытие. Это движение называется остановлением. Все тоже зачет. Ванеев Александр Иванович. В качестве начала нужно взять самую простую категорию, про которую мы можем сказать, что она обозначает то, что есть, и ничего больше. Я бы вот это и ничего больше и не употреблял. Есть. Все. Моментами называются два противоположных движения в одном единстве. Совершенно правильно. В становлении есть два момента. Бытие, переходящее в ничто, и ничто, переходящее в бытие. Вот, собственно, то, что зачет, естественно. Так, это товарищ Ванеев Александр Иванович. А тут товарищ, товарищ Щербаков. Так, Азанов, товарищ. Начало чистой бытия. О нем нечего сказать, кроме того, что оно есть. И это правильно. Поэтому оно бытие. Качество – это момент наличного бытия, а его определенность – правильно. Только не все тут сказано. Это определенность. Определенность же – это отрицательная категория. А качество – положительное. То есть определенность берется как бытие. Вот у вас ум есть? Ум же – это не вы. Или вы – это не ум. Вы его включайте, но нельзя сказать, что ум – это все. Все, остальное – уходите. Поэтому ум – это определенность, отрицание. Но если я его рассматриваю, ваш ум, то теперь вы уже отрицание. Потому что я не вас рассматриваю, а ваш ум. Где вы уже как отрицание? Ну, в этом рассмотрении. Нигде это, не в жизни, а вот в этом рассмотрении тогда категория. Так что это качество – это уже не отрицание. Уже эта определенность взята, изолирована, как бытие. Само по себе. Вот это Гегель говорит. Ну, вот товарищ Азанов это не заметил. Но, с другой стороны, другие вопросы, у него правильный ответ. На них ответ правильной границы – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечета. Так что, вот, пожалуйста, зачет. Зачет же это, как вы видите, какие параметры зачета? От пяти до трех. Правильно? Если два, то уже не зачет. Казаков Эдуард Иванович. Начало – это бытие, чистое бытие. Это и есть. И все. Это материалистическое начало. Правильно. А вот дальше вот у него написано во втором пункте «Становление». Все правильно? Движение, исчезнение, бытие в ничто, а ничто в бытие. Но написано «Становление» здесь разность, бытие в ничто. Не разность. А бытие в ничто разное. Разное. А разность – это какое-то выражение из области арифметики. Между пяти и тремя разность – два. А здесь они разные. Вот как говорят, мы с вами разные люди. И что, я хороший, я про вас сказал, или плохой? Ничего ни хорошего, ни плохого. Ну, разные мы, и все. Вот это когда пара разводится, она говорит, мы разные люди. А вы прожили 15 лет и думали, что вы одинаковы. Один и тот же человек. А? Один и тот же. Да. Это забавно. Так. Абсалямов Никита Ирикович. Город Магнитогорск. Почему начало чистого бытия? Начало-то чистого бытия, так как о нем ничего неизвестно. То есть неизвестно, оно, наверное, очень богатое, но о нем просто неизвестно. А раз неизвестно, мы его записываем как чистый бытие. То есть если я вас не знаю, как вас зовут, значит, это неизвестный человек тут сидит. Все, значит, неизвестный. Ничего себе. Нет, это неправильно. А раз оно есть, то можно начинать его рассматривать. Вот и рассматривать. Момент восстановления. Прихождение, говорится, и возникновение. Это вот тут часто повторяется. Прихождение. Да они не приходят. Прихождение. Все приходящее. Вот хотите быть старцем, отправляйтесь в лес и пусть к вам... Ну, сделаете рекламу, конечно, хорошую, что вот вы лечите все болезни, которые... Если другие не вылечивают, то обращаться к вам. Если другие вылечивают, то не-не. Не надо. Потому что если вы не вылечите, они же не скажут, что другие вылечили, а вы не вылечили. А ты скажешь, так никто не вылечил, какие к вам? Но пока с дарами приходите и так далее. И вот вы к ним приходите, к вам приходят, а вы им... Они вам рассказывают свои беды, болезни. А что вы им говорите? Что все приходящее. Все приходящее. И они обрадовались, что это все пройдет же. И все, и до свидания. А вы до следующей встречи проживете. А когда они придут и будут возмущаться, вы скажете, а все приходящее. И опять, то есть это такое могучее выражение, которое можно употреблять в то время. Быть спокойнее. Так, ну зачет, но этот зачет больше похож на тройку. Александров Виталий Геннадьевич. Почему начало чистой беды? Нужно начинать с простого. Самое простое, что мы можем сказать о чем-либо, что оно есть. Ну правильно, раз мы собираемся о нем сказать. Если его нет, то изучать нечего. Это лишние слова. Раз у него есть, значит, бытие есть. И все. Моменты становления. Становление, движение, исчезновение. Бытие в ничто, ничто. Вот почему-то, когда люди доходят до бытия, они уже забывают русский язык и правила склонения. Не ничто в бытие, а ничто в бытии. Правильно? Исчезает бытие в ничто, а ничто в бытии. Надо писать, я поправлю. Становление, благодаря разнице бытия в ничто, неверно. Не разница, а разности. А что значит разности? Там же вы не вычисляете столько от бытия, отнять ничто, получим вот столько. Вы просто говорите, что они разные. Вот мы разные люди с вами. Что я сказал? Ничего, особенно ничего не сказал. Просто, что мы разные. А разность, разность вот очки, например, входит в разность. У вас есть, а у меня раньше было. Как? Отрицанием является спокойная простота. Снятие это отрицание с удержанием. Тут правильно написано. Зачет. Ну, это на строчку. Бабенко Геннадий Анатольевич. Почему начало чистой бытии? В связи с тем, что вначале мы еще не знаем о бытии. Это все мы плохие. Мы не потому, что о нем, вначале о нем, даже если бы мы все знали о нем, вы еще не успели сказать. Еще рот не успели открыть. Как можно говорить, а мы не знаем? То есть, какой-то судоактивизм. Это неправильно. Мы ничего не знаем. Ну, раз ничего не знаете, и зачет не получите. Но вы все-таки знаете. Я вижу, что вы знаете. Но начало уже является бытием. И вначале отсутствует дальнейшее знание о развитии бытия. А зачем вам развитие? Вот какие-то такие слова берут, сложные. Ну, вы же не знаете, что такое развитие. Вот я спрошу, не скажут, не всякие скажут. А потом, а если я спрашивать начну, это тоже неприлично с моей стороны. Дескать, мы изучаем бытие. А что я вас спрашиваю по темам, которые туда? Вы что, не знаете, как надо спрашивать? Мне скажут, у вас какие-то навыки есть в преподавании? Нет мне скажут. Нету. Ну, нету. Так и что тут пришли? Зачем сюда? То есть, как это говорится? Шучат. Говорят, не говори красиво. А говори то, что надо. Вопрос номер четыре. Качество. Определенность взята и изолирована. Ну, почему не поставить запятую? Вот это, конечно, не к диалектике относится. Но если вы пишете это так кратко. Взято, изолирована. Сама по себе есть качество. Вот тут правильно написано. Очень точно и правильно написано, что такое качество. Определенность взята и изолирована сама по себе. Я вот увидел, что вы в черном свитере. Значит, этот вот черный свитер. Теперь я на него обращаю внимание. На вас уже не обращаю. Черный свитер берется изолировано. Детский, он как бы нужен. А вы не нужны. Особенно, когда бандиты подходят. Им нужно у вас там. Дубленка их больше интересует. Черный свитер не интересует. А вот, говорит, вот дубленка. Иди сюда. Давай, снимай. Иди теперь майка. Так. Зачет. Вшивцев. Александр Николаевич. Сыктывкар. Чистое бытие. Это значит, что оно есть. Это самое простое. Значит, с него все начинается. Следует на начало есть чистое бытие. Хорошо. Так как мы о чистом бытии знаем только то, что оно есть, то другого больше о нем сказать ничего нельзя. Тут опять мы. Зачем-то проплетаются мы. Зачем? Причем тут о нем? Не мы знаем. Дело не в нас. А дело о нем. Если о чистом бытии в начале нечего, еще ничья нельзя больше сказать, кроме того, что оно есть. Ну, по порядку. Надо сказать, что оно есть. А дальше, если его нету, так и не о чем говорить. А если есть, так и вы сказали. Вот зафиксируйте это, что вы сказали в начале. Движение в исчезнении бытия в ничтое и ничтое бытие называется становлением. Становление Е. Это не по-русски. Все-таки надо русский язык тоже соблюдать. Зачет. Так. Верим Чук, Игорь Борисович. Почему начало чистой бытии? В любом начале рассмотрения чего-нибудь. В процессе рассуждения. Мы не всегда знаем. Вот это вот рассказ про мы. Вот какой-то субъективный. Кто это мы? Мы это те, кто... Это он и себя имеет в виду, товарищ Иринчук, что он мы. Или он нас сюда прибавляет. Так. Всех. Вот кто здесь находится сейчас на занятиях. А вы не давали согласия, чтобы у вас... Что мы не всегда знаем. Мы, по-моему... Вы интересно пришли сдавать зачет. И в самом начале говорят. Мы не всегда знаем, что мы будем сдавать. Ну, не всегда знаете. Идите отсюда. То есть, что это такое? Это постановка вопроса. Вместо того, чтобы сказать, что о нем больше нечего сказать в начале. Нечего. И от нас это не зависит. Мы или вы, Иванов или Петров. Нечего сказать в начале. Нет, мы не знаем. Поэтому за начало нашего умственного созерцания, субъективизм крайний нашего умственного созерцания, мы можем твердо заявить. Что ж тут твердого тогда, когда это опирается на ваше умственное созерцание? Он есть. Ну, так с самого начала и заявляйте. Что вы тут... Все вот это вот в начале, вот это не нужно. Потому что это прибавление. Начало простое. Зачем мы сюда нагородили это все? Качество это определенное взятое конкретно. Что значит конкретно? Взятое, изолировано. Сама по себе. А так у вас не конкретно как раз. Дальше. Предел это граница, которая переходит. Правильно. Долженствование это выход за свой предел. Прихождение от того, что есть и к тому, чего нет. Ничего подобного. Это не прихождение. Это переход. Если уж так говорить. Прихождение это что? Это превращение в ничто. Это совершенно неправильно. Ну как, наоборот, 30 минусов. Зачет. Янышев Алексей Владимирович. Начало это неразвитый результат. Почему неразвитый отдельно пишется, не знаю. Так как в начале еще ничего нет, написано ничего нет. Ни плана действий. А вообще должно быть ни. Ничего нет. Ни плана действий. Ни верного пути. Но если мы изучаем диалектику, не надо же русский язык забывать. Движение к конечному результату. Есть только мысль о том, что к результату надо идти. А как? Это уже второй вопрос. Поэтому начало является чистым бытием. Зачем это вы все наговорили в начале? Недаром говорят. Не говори красиво. Зачем вот эти слова? Лишние слова. Не нужно. Если вы в начале. Так что вы, кроме начала, зачем вы это все наговорили? Надо знать вы, я, мысль, результат. Надо идти. Второй вопрос. Надо знать, что такое вопрос. Так много надо знать в самом начале. С ума сойдет. Голова заболит. Граница – это абстрактная черта. Почему это она интересная черта? Это же определенность. Какая черта? Мы никаких чертей, там, черт не изучали. За которую переходят. И не за которую. За которую. А через которую. Потому что через которую переходят. И могут долго через нее переходить. А за которую главные лодцы уже там вы запрыгнули. Каждый день мы учимся чему-то новому. Переходя свою границу развития. Ну, это правильно. А зачем вам здесь развитие слова? Экономьте слова. Переходя свою границу. Вы выходите за свою границу. Всякий человек, который развивается. Который что-то узнает новое. Выходит за свою границу. И наоборот. Ограниченный язык. Чем характеризуется? Что он не выходит за свою границу. Он говорит, я профессионал. Я буду делать только то, что умею. Так он такой профессионал, который никогда не совершенствуется. Профессионал. То есть, что-то в него кто-то вложил. И он на этом застыл. И все. А те, кто не учится новому, тот ограниченный человек. Ну, вот это вы хорошо понимаете. Поэтому зачет вам поставить можно. Но, как бы я сказал, условно. Почему начало чистой бытия? Еремчук. В любом начале рассмотрения чего-нибудь в процессе рассуждения. Зачем нам процесс рассуждения? Когда нам нужно знать, что такое чистое бытие. Зачем он есть? Мы не всегда знаем о предмете рассмотрения. Кто это мы? Это вы кого вообще? Вы лично? Или все слушатели Красного университета? Или слушатели и преподаватели Красного университета? Я протестую. Что мы не всегда знаем о предмете рассмотрения хоть что-то. Ну, уж хоть что-то мы всегда знаем. А что мы хоть что-то знаем? Что она есть. Вот правильно. Вот вы-то знаете, а товарищ Еремчук, он на вас клевещет, можно сказать. Вы не знаете. Мы всегда. Или вы в АДМ просто не входите. Какое-то у него свое мы. Вот. Так же в объектах нам... То есть, а если мы возьмем за начало... Ну, а если мы не мы возьмем за начало? Возьмем за начало то, что является концом. Ну, что это такое за подход? Надо же брать то, что есть. Оно выступает как чистая неопределенность и чистая пустота. Наконец. Как об этом в своей работе указал Гегель. Вот вы сюда и приплыли к Гегелю. Так учите еще Гегеля. А зачем вы вот это все написали? Все это вот ненужный, весь пустой разговор. Поэтому это бытие названо чистым бытием. Поэтому и взято как начало. Да, хорошо. Качество это определенность взято конкретно. Это какой-то язык конкретного. Ну, каких-то групп уравских там. Конкретно. Решаем. Почему конкретно? Взято изолировано само по себе. Так написано в науки логики. Ну, что делать, если так написано? Зачем искажать? Предел государствования. Предел это граница, которая переходит. Прекрасно. Государствование это выход за свой предел. Прекрасно. Прихождение от того, что есть, к тому, чего нет. Это вообще какая-то ерунда. Прихождение от того. Не говорят приходение. Переход от того, что есть, к тому, чего нет, да. Но не приходение. Ну, вот такой тяжело получаемый зачет. То есть, с одной стороны, видно, что человек считал. Но на уровне зачета. Если бы это были оценки здесь, то лучше тройки бы не получать. Яковлев Антон Вячеславович. Категория чистый бытие взята как начало. Потому что все последующие категории должны выводиться из первой категории. Значит, первая категория должна быть непосредственной. Чтобы мы не взяли за начало, она должна быть и категория чистого бытия всегда будет пришествовать любому началу. Значит, категория чистого бытия, если взять за начало. Ну, тут хорошо написано все. Не придерешься. Становление это движение и сознание бытия в ничто и ничто в бытии. Рассматривая остановление, мы видим два противоположных движения. В одном движении. Переход бытия в ничто и переход ничто в бытие. Два противоположных движения в одном движении называются моментами. Ну, назовем эти два момента становления. Ну, очень хорошо. Зачет. Зачет на уровне. Отлично. Сухарева Юлия Павлова у нас. Становление, движение, исчезновение, бытия в ничто и ничто в бытие. Становление существует благодаря разности. Вот написано. Спасибо, Юлия Павловна. Вы правильно говорите. Разности, а не разница. Разности бытия. Что они разные? Разные. И всё. Категория становления – первая истинная, конкретная категория в диалектике. Почему? Потому что она не односторонняя, как чистое бытие или как чистое ничто. Она содержит в себе что? Противоречия. Поэтому она диалектическая. Поэтому таких категорий мы не встречались. Мы встречаемся с ними вот здесь, на биологике. Во всех других, так сказать, руководствах, в том числе по философии, в учебниках всяких разных, этого нет. Моменты становления. Прихождение – переход бытия в ничто, возникновение – переход в ничто, снятие отрицания с удержанием предыдущего результата. С блеском Юлия Павловна отвечает, получает зачёт. Отлично, я бы сказал. Хоть не будут это писать, но сказать-то я могу. И пусть все знают. У нас это записывается, и пусть народ знает свои герои. Пономарёв, Олег Игоревич, задание первое. Почему начало чистого бытия? Начало не разит результат. Результат – развернуто начало. С чего начать? С простого или со сложного? Сложное, сложное из простых. Начнём с простого. Долго он блуждал, и наконец пришёл к тому, что оно начало с простого. Что самое простое? Самое простое – это о чём можно сказать, что оно есть. Раз оно есть, значит оно бытие. Какое бытие, если мы о нём можем сказать только, что оно есть? Чистое бытие? Ну, вот он, можно сказать, пришёл к этому вполне логично. Моменты становления, становления, движения, исчезнения, бытия в ничто, в ничто, в бытии. И моменты определяются только во взаимосвязи друг с другом. Переход бытия в ничто, в прихождение, переход в ничто, в бытие в мгновение. Зачёт на уровне, отлично. Сидесят один. Вот тут товарищ много написал. Берегись, когда много напишешь. То есть, когда много напишешь, много можно подвергнуть рассмотрению. Хорошененников Алексеев Владимирович. Мы можем, почему-то мы с маленькой буквы. Ну, я не призываю вас писать всегда мы с маленькой буквы. Но в начале предложения бы советовал. Всё-таки мы, это тут, никто не скажет, что вы очень зазнались, если вы в начале предложения поставите большую букву. Мы можем сказать, что начало равно самому себе. Зачем вам это? Ну, хорошо, начало, а конец не равен самому себе? А середина? То есть, это такой вид, такое философствование. Как будто человек что-то философствует. Никакого философствования нет. Бревно равно самому себе. И что вы хотели этим сказать? И вот и вы, вот, вы равны самому себе. А дальше думайте сами. Что у вас хотят люди этим сказать? То есть, непонятно такое разводство. Начало есть неразвлечённое единство, чистого бытия и чистого ничто. Поторопились. Ну, как это вы начало, сразу неразвлечённое единство, чистого бытия и чистого бытия? Вместо простого чистого бытия, начинаем с того, что есть. Зачем столько тут нагорожено всякого? Зачем? Причём тут чистое бытие, чистое ничтое? Вы с чего собираетесь начинать? Как вы их разделили, если у вас не сформулировали, а что вы берёте? Бытие какое чистое в самом начале? Начало важно для понимания идеалитического мира. Вот и важно. Снятие. Снятие – это такое отрицание, которое удерживает то содержание, которое отрицается. Не отбрасывание, а именно отрицание, содержание того содержания, которое есть в том, что мы отрицаем. Правильно. Определённость. Не бытие, принятое бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Тоже абсолютно правильно. Определённость наличного бытия, изолированная сама по себе, это качество. Вот смотрите, дальше он поехал, всё правильно, а начало было какое-то забуксовал, товарищ. Товарищ Коршененеков, зачёт. Так, задание номер 4. Тут много букв. Тяжело читать. Самая простая категория – это та категория, которая есть. А если она есть, то она бытие. И поскольку данная категория находится в начале, то это чистое бытие. О чистом бытии… Ну, почему бытие? О чистом бытии… Ну, если вот мы как-то склоняем, не склоняем. О чистом бытии ничего нельзя сказать, как и таковом, кроме того, что оно есть. Всё правильно. Определённо взято, изолировано, то есть сама по себе и рассмотрено, как бытие называется качество. Ну, прямо так вся она рассмотрена. Взяли её, как бытие, да и всё у Гегеля проще. Как это… Не говорят, не говори красиво, говорю проще. Количество – это определённость, безразличное бытие мира, качественное определённое количество. Чикинова, Татьяна Александровна, зачёт с плюсом, я поставил в целом, а вот, ну, хорошо. Кослова, Татьяна Игоревна. Почему начало чистого бытия? Потому что в чистом бытие включается абсолютно всё, в том числе и начало. Ну, вроде как с этим и не поспоришь. Момент остановления. Становление, движение, честное бытие – это ничто, ничто – это ничто. И снятие – это отрицание с удержанием отрицаемого. Тоже правильно. Качество, внутренняя определённость предмета, характеризующее явление или предмет в целом. Неправильно, безобразно, потому что… Вы как… Явление – это том второй науки логики. Как вы оттаскаете оттуда какие-то категории для того, чтобы определить такие простые? Качество – это же первая непосредственная определённость. Взятое, изолировано сама по себе. Изолировано от чего? От наличного бытия. Больше нет чего тут. Ничего ещё больше нету. Куда вы доехали? В явлении. И предмет в целом. Недопустимо. Это вот минус большой. Граница. Одна и та же определённость, которая и соединяет, и разъединяет. Что она соединяет и разъединяет? Что она соединяет и разъединяет? Не сказано. Вопрос. И первое. Совершенно не нужно. Соединяет и разъединяет что? Два нечто. А иначе непонятно, что это граница. Не дано определение. Предел – это граница, которая переходит. Долженствование – выход за предел. Граница в нём снята. Это правильно. Зачёт. Так. Семинар. Вот товарищ Карапетян Артём Александрович. Ответы на задание. Он там помимо вот этого и всякие другие размышления тут прислал. Ну, я думаю, что на этом вот занятии у нас время не позволяет на них останавливаться. Поэтому остановимся на его ответах. Бытие не содержит в себе ничего, кроме самого начала. Ну, а что-то оно содержит. Ну, почему ничего, надо говорить. Бытие содержит в себе. Почему оно содержит, должно содержать в себе. С какой стати об этом разговор? Что это такое? Вот о чём идёт речь. А тут мы говорим, а что содержит? Что вы содержите? Желудок, печень? Что ещё содержите? Поджелудочный желез. Ну, что за разговор такой? Вдруг ни с того, ни с сего начинают такие подробности. Оно есть чистое бытие и потому оно начало. Ну, только оно есть чистое бытие. Так это надо показывать, доказывать. Не доказано. Вот. Момент. Чистое бытие образует начало, потому что оно в одно и то же время есть. И чистые мысли. И неопределённая, простая непосредственность. Он правильно поступил. Взял Гегеля, процитировал. Ну, это правильно. То есть он знает, где у Гегеля найти и правильный ответ. И написать. Сначала неправильно, а потом как у Гегеля. Так вы за Гегеля или за себя? Тут надо определиться. Вот. Моменты становления. Я знаю, что они есть. Моменты становления чистого бытия в чистое ничтое и обратно. Прикождение, возникновение бытия и ничтое исчезает в своей противоположности. То есть, вот он тут дальше рассказывает, что он очень длинный путь прошёл до науки логики. В том числе и учился в Российском православном университете, на философско-богословском факультете. Вот. И так далее. Но постоянные сомнения к вере и любовь к знаниям не позволили мне уйти в мир духовного служения. Будем считать, что изучение вот этого произведения на углу логики укрепляет дух. И веру в знание и в человечество. Вот. В сфере чистого мышления происходит очень абстрактным способом. И полностью лишено какого-либо содержания. Чистому бытию нельзя приписывать свойства на личном бытие. Да. Потому что если вы берёте чистое бытие, как же содержания ещё нет. Содержание – это категория какая? Чего? Содержание – это категория второго тома. Ну, по логике, форма и содержание. Там сущность, содержание, форму. Надо привыкать. Никогда не берите это. Если вы учитесь в первом классе, из того, что надо изучать в десятом классе, из восьмом, девятом и так далее. Если второй класс, можно брать то, что в первом было. Если шестой класс, можно брать первый, второй, третий, четвёртый, пятый и так далее. Ну, простая мысль. Так, зачёт я поставил, конечно. Вот. Зачёт я поставил, но не подписался. Это, значит, недействительный. Сейчас будет действительный. Так. Анатолий Никитин, Сыктывкар. Чистое бытие – самое простое начало, потому что оно есть. И есть только оно. Ну, и всё правильно. Движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытии называется становлением. Неотделимые друг от друга противоположные движения в одном движении, а это моменты. В становлении есть два момента – прихождение и возникновение. Переход бытия в ничто называется прихождением. Движение перехода ничто в бытие называется возникновением. Взял крупно всё это так вот, напечатал, и ему легко запоминать. И всем остальным, кто посмотрит. Прекрасно. А и что? Всю страницу заполнил, а вроде, видите, как богато содержание, богато. Цельные страницы. А другие пишут, пишут, пишут мелко. И пишут лишнее. Не надо писать лишнее. Если мы говорим о простом. Ну, как можно о простом говорить пространном? Ну, можно долго рассказывать, чего в нём нет. Рассказать, чего у вас нет. Это будет долго. Мы отсюда не уйдём. Палашов, Максим Александрович, Сергий Пасаб. Чистое бытие непосредственно. Песняху, дальнейшего определения. О нём можно только сказать, что оно есть, и больше ничего. Ну, человек усвоен. Вот и всё. Он сказал. Молодец. Определённость наличного бытия взята изолирована. Называется качество. Ну, я, конечно, попирался, потому что после взятой изолированы не стоит запитывать. Ну, зачёт-то можно поставить? Очень хорошо человек писал. Малыгин. Почему начало чистое бытие? Начало есть по этому самому непосредственное. Единственное, что они могут сказать, оно есть. Оно бытие без всякого дальнейшего определения. Вот и всё. Расы сказали. Моменты становления. Моменты становления. Бытие, перешедшее в ничто, и ничто, перешедшее в бытие. Почему это они перешедшие, а не переходящие? Когда они перешедшие, они уже не момент. Если бытие перешло в ничто, то оно уже не бытие, а ничто. А если ничто перешло в бытие, оно уже не ничто, а бытие. Ну, как так вот? А если вы переходящие, это я понимаю. Если мы от силы уже ушли, то мы тут не сидим. А если мы тут сидим, то мы ещё не ушли. Будет что-нибудь, никто не спорит. Гуляева Елена Викторовна. Начало и моменты… Ну, зачёт я поставил. Начало и моменты становления. Он начинает она с Гегеля, поэтому тут спорить невозможно. Гегель в начале есть нечистое бытие, а такое ничто, из которого должно произойти нечто. Бытие стало бы, что уже задерживаться в начале. Начало, следовательно, содержит и то, и другое бытие, и ничто. Оно единство бытия и ничто. Иначе говоря, оно не бытие, которое в то же время бытие, и бытие, которое есть в то же время не бытие. Ну, вот, ну, что же делать, не поспоришь. Абстрактное начало должно быть чем-то не поддающимся анализу. Вот это да. А что это оно вдруг, не поддающимся анализу? Всё это вдруг, агностицизм это называется, непознаваемость. Вот это да. То есть, самим бытием, там, тем, что совершенно пусто. Ну, так если оно совершенно пусто. Вот мы проанализировали, там пусто. Мне принесли чашку, говорят, вот, чай будете пить? Я говорю, буду, принесли чашку. Я посмотрел, а там ничего нет. Ну, так что я должен сказать? Ну, я проанализировал, нету чая. Это всё. Ну, вот. А так, всё остальное правильно. Становление – это такое движение, в котором вы потеряли ничто, оба различны. Но благодаря такому различию, которые тоже непосредственно растворились, так и может быть моменты становления, приходения, возникновения. Всё очень правильно дальше, хорошо. Ну, вот, видимо, нужно, так сказать, бороться за чистоту выражения. За чистоту. То есть, не то, что вот вы сказали правильную вещь. Не окружайте только эту правильную вещь неправильными вещами. Ну, как бы, представляете, человек занимается выпуском этих каких-то деталей. И вот у него, говорит, есть детали выточенные и хорошие. И туда набросал он ещё и бракованных там. И всё в одной коробке. Вот я вот сделал такую работу. Потом приходит АТК и начинает отбирать оттуда. Из этой коробки, там, говорят, пять вы сделали, а остальное в переплавку или там. А если это не ценно, это мусор. Почему начало чистое бытие, Сиронян Александрович? Начинать научную систему принято сначала, а с простейших единиц. Чистое бытие уступает как самое простое, что только можно найти. Ну, чего тут возразишь? Ничего нельзя возразить. Бытие, потому что мы с него начинаем. Простое, потому что это начало же берёт. Моменты становления, прихождение в ничто. Бытие, переходящее в ничто. Возникновение. Бытие. Ничто, переходящее в бытие. Всё. Александр Артёмович, можно надеться, зачёт. Так, начало. Оно есть. Раз оно есть, значит, оно бытие. Пишет товарищ Владимирцев. А такое бытие, о котором можно сказать только то, что оно есть, чистое бытие. Ну, что можно возразить? Ничего нельзя возразить. Моменты становления, возникновения и прихождения. Снятие, отрицание, содержание. Он совершенно защищён от преподавателей. Ничего не сделаешь там, его никак не возразишь, ни за что не засыпешься и не покрытие кушать. А зачем? А он взял лишнее и не сказал. Как бы я сказал, ну, это правильно, а вот это, что вы написали, вот это неправильно, то это не то. Поэтому тут тоже надо понимать. Иногда очень важно не сказать лишнего, в том числе во всяких ситуациях. Правильно? То есть у вас есть надёжное, а есть сомнительное. К сомнительному прицепиться и утопят ваши существенные, важные и надёжные. Фаизов Даниил Рафаилович, слушатель первого отделения Красной Росеп. Хорошо. Хорошо. Извиняюсь за три вопроса вместо двух. Не хотел разрывать связь категории до наличного бытия. Вот. И так всё рассказывает. Для того, чтобы начать с чего-то, надо, чтобы это что-то было. Следовательно, это бытие. Но не обычное бытие, а чистое бытие, чистая определённость. Оно не может иметь дальнейшее определение, так как оно было бы уже сложным, определённым. Видно, что человек разбирается, понимает всё прекрасно. Зачёт с оценкой отлично. Ну, формально мы оценки не ставим. Дескать, зачтено. Идите вперёд дальше. Кайдалов Евгений Владимирович. Первый курс. 21-22 учебный год. Почему начало чистой бытии? Научная система логики начинает с изучения того, что есть. Научная с того, что есть. А ненаучная изучает с того, чего нет. Вот я хочу вам сказать, что к нам в университет на кафедру приехал, на конференцию. Приехал завкафедр из Казани. И стал говорить, что он считает, в начале должно быть ничто. Ну, как раз ничто есть у него, как начало. Так оно есть, значит, оно никакое не ничто. А он карася выдает за порося, для оригинальности. Так что никак-то мы его не встретили очень одобрительно. Моменты становления. Первая диалектическая категория становления содержит всего два момента. Правильно, что они диалектические, потому что она противоречивая. В ней есть возникновение и прихождение. И всё правильно написано. Зачёт. Отлично. Ну, кто-то ещё таблица есть от того, товарища. Написал. Петров. Петров так, я не уверен, что он Дени. Может, он Денис. Потому что и буква И, и буква С наложились. Ну, это, наверное, уже компьютер. Может, даже мой. Вот. Денис Владимирович. Истинная бесконечность. Истинная бесконечность – это такая бесконечность, у которой нет чего? Границы. Такое бесконечное, которое убирает себя конечное. Правильно. Вот это действительно бесконечное. Нет конца. Вот. Бесконечное. А есть граница. Буконечное. Оно. Конечное входит в бесконечное. К моменту воспоминания – это уже правильно. Студент. Ну, слово «т» – буква пропущена, получается, студент. Где-то он замёрз. Сладков Павел Юрьевич. Почему начало чистое бытие? В самом начале должна быть самая простая категория. Чистое бытие без всякого дальнейшего определения. Определение есть уже качество. Лишь в простом, говорил Гегель. Нет ничего более чистого. Начало. Только непосредственное. Просто. Лишь в нём нет ещё перехода от одного к другому. Моменты становления. Становление – есть движение. Уничтожение бытия уничтого и ничтого бытия. Но это тут какой-то разгром учинил в посудной лавке. И как это уничтожение? Когда было исчезновение. Исчезновение – это не уничтожение. Исчезновение, оно появится и снова в прихождении. То есть исчезновение появится в возникновении. А тут раз – и уничтожил. Я уничтожил, уничтожил. Взял человека. Я бы ему пятёрку поставил. Он уже всё уничтожил. Поэтому только тройку могу поставить. Мне сказали оценки не ставить. А зачёт есть. Вопросы к семинару. Сешенцев, Вячеслав Сергеевич. Момент восстановления. При переходе бытия к ничтожу. Это какая-то новость диалектическая. Переходит бытия к... Так оно к нему переходит или к нему подходит? Если подходит, то к... А если переходит, то в... Или я не прав. И от ничтож к бытию. То есть какие-то такие, знаете, с подходом таким. Подходит. Тут танцы, что ли, диалектические, да? Подходит. Разрешите вас пригласить на становление. Есть ведь чудаки. Становление противоречивое. В нём содержится движение от бытия к ничтожу. Почему не движение бытия, самого бытия в ничту, а движение от бытия к ничтожу? Это как корабль пошёл. От одного причала, который написан на нём крупным буквам. Бытие. Эх, другое ничто. И поплыл туда. Нет, это неправильно. От бытия. И вот движение бытия в ничто. Прихождение. И вот ничто к бытию возникновению. Вроде слова те же, но какие-то добавлены ненужные всякие буквы с потыкачей. Получается ерунда. Изменение. Нечто является положительной категорией, имеет форму бытия, оно определено. А раз определено, значит, отрицает другое. Нечто имеет два момента – равенство с собой и неравенство с собой. Такое впечатление, что человек выбылся из завалов и, наконец, задышал полной грудью и стал правильно говорить. Зачёт. Токарь. Александр Александрович. Почему начало чистой бытия? Начало – это неразвёрнутый результат. Результат – это раздвёрнутый начало, то есть движение от простого к сложному. Науку изучает то, что есть. А есть бытие. Самая простая категория в нём – чистые бытия. Всё правильно написано. То есть не надо вот усложнять. Нам удержать надо именно простоту. Вначале. Это же начало. И что же из него делать изначало, если что-то сложное? Так что тут всё очень хорошо у товарища Токарёва. Встановление – два момента. Переход – ничто в бытие возникновение, переход – бытие – ничто в прихождение. Они не упраздняют друг друга. Одно не упраздняет другое извне. А каждый из них упраздняет себя в самом себе. И есть в самом себе противоположность самого себя. Ну, красиво. Так, Попов Павел Денисович. Не знаю, почему, может, у него, потому что фамилия совпадает с моей, но у меня не открывалось никак в компьютере. Но можно прочитать при этом. Прочитать можно, пока оно не взято отдельным файлом, и я не попробовал его распечатывать. Начало – чистое бытие. Потому что в любом предмете в мире сначала мы можем только сказать, что он есть, и ничего более. Момент восстановления. Возникновение – ничто, переходящее в бытие. Прихождение в бытие – переходящее в ничто. Зачет заслуженный. Я это ему из-за фамилии не подыгрывал. Начало – это не разный результат. То есть путь от простого к сложному. Чистое бытие – это тоже путь от простого к сложному. Поэтому начало – это чистое бытие. А с чего это вдруг мы начали все это путь какой-то? Чистое бытие – это путь от простого к сложному. Никакой – это не путь, чистое бытие. Чистое бытие вначале – это просто бытие. Зачем его делать путем? Путем можно назвать переход бытия в ничто. Это путь. Правильно? То есть пустилось, не удержалось бытие и превратилось в ничто. А ничто, когда узналось, что оно ничто, вот мутилось и превратилось обратно в бытие. А это вот такое странное изложение. Неправильно. Путь. Путь какой-то. Ну, это вот как сейчас товарищи из Китая говорят, шелковый путь там. Это в таком стиле рассуждать. Моменты есть благодаря разности бытия и ничто. Это разность, становление исчезает. А раз разность исчезает, то исчезает. Вот тут дальше все идет хорошо. Мера – это переход количественных изменений в качестве. Нет, мера – это не переход. А мера – это единство, качество и количество. И вот когда это единство нарушается, то совершается переход. Так что вот, Татьяна Павловна, тут у вас есть ошибка. Ошибка. В целом зачет. Ткачок, Юрий Иванович. Почему начало чистой бытия? Любая работа начинается с простого. То есть с начала. Ну, это вот, это работа в данном случае. Ну, будем считать, что это работа. Начало есть не разный результат. Становление, есть движение и дальше стоит. Движение и исчезновение. Бытие в ничто, а ничто в бытии. Не движение и исчезновение, а движение и исчезновение надо читать. Бывает движение, которое не является исчезновением, а это движение и исчезновение. Бытие в ничто, а ничто в бытии. Самодвиживающийся процесс, беспокойное единство, бытие в ничто. Неправильно. Никакого процесса здесь нет, потому что процесс – это движение во времени. А здесь ни о каком времени нет разговора. логическом переходе идет речь. Какой процесс? Никакой не процесс. Становление есть благодаря разности бытия и ничто. Ну вот, дальше человек, так сказать, выходит и все в порядке. Изменение. Изменение есть одновременное равенство определенного личного бытия, самому себе, его не равенство. Надо знать, что такое время для того, чтобы знать, что такое изменение. Не надо знать, что такое время. Зачем вы сюда притянули? Давайте теорию времени будем изучать. И это будет простое? Ничего себе. Время тут, я пишу, ни при чем. Зачет. А зачет при чем? То есть, на зачет человек накопал, а на большую оценку положительную попал. Несколько большие огрехи. Пастухов Илья Андреевич, город Ижевск. Моменты становления и снятия. Ответ становления. Есть единство двух моментов. Возникновение и прихождение. А потом стоит бытия и ничто. Что проще? Ну, наверное, бытия и ничто сначала надо было, а потом уже возникновение и прихождение. И вот, то есть единство поставил букву И. Это я не знаю, как говорят. Или она сама откуда-то прилетела. Может, и прилетает. Надо следить внимательно за тем, что у вас в итоге написано. Особенно, когда вы отправляете в другой город. Из Ижевского в Ленинград. И вдруг нам лишние буквы Илья, нужны. У нас свои есть. И вот. А так, Илья Андреевич, у вас все хорошо. Снятие отрицания с удержанием. Там уже в третьем пункте четко и ясно. То есть можно сказать, что вы, как бы, выхожу на дорогу, выходили на дорогу и так получили. Я думаю, что такое ощущение, в том числе и с помощью вот таких замечаний, которые мне приходится делать, оно необходимо для того, чтобы люди не говорили лишнего, чтобы это была чистая диалектическая речь. Если человек сказал, лишнего не говорить, а то, что нужно сказать. И то, что сказать, оно так переходит одно в другое, плавно. Правда? Потому что мы говорим о диалектических категориях. Орламова. Почему начало чистое бытие? Начало чистое бытие, так как мы можем сказать про него только то, что оно есть. Ну вот и все. Правильно. Бытие – ничто. Движение – ничтое бытие в ничтое, ничтое бытие – становление. Снятие. Сейчас я думал, так же она скажет хорошо. Нет. Есть видение некоторого реального основания. То есть надо знать, что такое реальность. Надо знать, что такое некоторое основание. Надо знать. Основание в каком доме? Кто скажет? Кто читал о кулойке? Я читал. Основание основано. Второй том. Основание основано. Учение о сущности. Зачем сюда притащили? Говорит, давайте я вам для первого класса расскажу. И берет учебник десятого класса и зачитывает. Можно так? Нет? Нехорошо. Каждая следующая категория включает все предыдущие в снятом виде. Ну вот и дойдете до этой категории, тогда будете об основании. Когда дойдете, тогда вы увидите, что оно включает то, что вы здесь должны были сказать. А вот то, что вы здесь должны сказать, не включает то, до чего вы потом дойдете при изучении второго тома. Ну, качество – очень правильно говорится. Определенность, которая есть в наличном бытии, определенность, которая берется отдельно, изолированно. Ну вот, буква Н не поставлена и получилось изолировано. Оно изолировано, все. Не доберешься до него. Изолированно. берется изолированным. Качество можно выразить как положительным, так и отрицательным. Зачет. Петрачков. Почему начало чистой бытии, момент становления, снятия качества? С четыре всех предмета дел. Начало неразвернутый результат. Начало должно быть абстрактным, непосредственно, не иметь основания. О, зачем такое? Мы не знаем, что такое основание. Зачем нам об этом говорить? Если я не буду рассказывать, чего у меня нет, никто не уйдет отсюда. И вам не удастся выключить вашу аппаратуру. Потому что я не дам себя тогда. Буду рассказывать, рассказывать, чего у меня нет. Но все равно никто не принесет. Сейчас такое время, все бедны. Чистая бытие, чистая идея о бытии. Но написано о бытие. Но почему-то у нас склонения нет. Я как-то не привык со школы, чтобы не было склонения. Оно не означает ничего другого, кроме бытия вообще. Очевидно, что чистое бытие полностью удовлетворяет требование быть началу. Ну, почему быть началу? Быть началом требования. А если лозунг у вас, тогда быть началу и восклицательный знак. Так вы лозунг делаете, или вы говорите о том, что требование быть началом. А значит, им является бытие, чистое бытие. А что им является? Качество изолированное от наличного бытия определенность. Ну, можно сказать, да. Зачет. Гулиомин Дмитрий Юрьевич. Начало чистой бытии, потому что нельзя изучать то, чего нет. Ну, раз нельзя изучать то, чего нет, нечего и писать, и отправлять сюда. А зачем вообще об этом говорить? Непонятно. Зачем нам? А вас никто и не просил изучать, чего нет. Вас просили изучать чистое бытие. А вы вместо этого говорите, начало чистой бытие, потому что нельзя изучать то, чего нет. Какая логика тут? Начало чистой бытие, потому что оно есть, а не потому что чего-то нет. А если я буду перечислять, чего у меня нет, я думаю, опять это у нас. Мы все время перед такой проблемой нескончаемого занятия, которые никогда не кончатся, и все это будут рассматривать как новый тип забастовки. Забаррикадировались, и переходят от одной категории к другой, и доказывают, расперечисляют, чего у них нет. И никак не могут остановиться. Так не надо на эту дорожку вставать. Опасная дорога. Я думаю, меня вот здесь, присутствующие ленинградцы, вот вы-то не разорвете меня там, вы там в отдалении, а здесь присутствующие меня разорвут. Потому что я вроде затеял это все, но так и мне и отвечать. Так, зачет условный. Так, Кунин, Виктор Владимирович. Сначала это чистое бытие. Хорошо. Так как то, что оно есть, нечего больше и сказать. Как это так вот коряво сказано? Так как кроме того, что оно есть, нечего больше и сказать. Нечего пишется вместе. Кроме того, надо сказать. Не совсем по-русски. Моментами остановления называется прихождение возникновения. Переход бытия в ничто, и ничто в бытие. Ну и вот все хорошо. Зачет. Беляев Сергей Владимирович. Почему начало чистое бытие? Он-то и трактат такой создал из двух страниц. Как так можно много написать? Начало это то, что есть. Ну много чего есть. То, что есть. Начало это не то, что есть. Начало это то, что не развитое совсем. Но это то, что есть, это слишком мало. А результат, что его нет, он тоже то, что есть. Поэтому вот если то, что... Если это такое бытие, о котором и нечего сказать, тогда это начало. А если это оно есть, так тогда о нем можно договорить, что хочешь, про микрофон хотите расскажу. Чтобы из микрофона не было бы слышно, что мы тут делаем. А без камер не было бы видно. Чего тут? Ну как это так? Это все начало, оно же есть. И все это начало, начало, начало. У нас много начал. И мы тут есть, и мы тоже начало с вами вместе. Начало есть чистое бытие. Отсюда. Вот так здорово. А бытие, которое не имеет определения содержания, есть чистое бытие. Это другое дело. Так. Движение исчезновения бытия в ничто-ничто бытие называется становление Е. Называется становление Е по-русски. Все-таки. Снятие. Спокойная простота есть, а то, что есть, бытие. Бухет спокойной простоты – это наличное бытие. Наличное бытие – это результат снятия становления. Ну, правильно. Отчет. Ильяев Сергей Владимирович зачет. Кожухов Сергей Викторович. Почему начало чистое бытие? Потому что это самая простая категория, из которой выводятся все остальные. Про него можно сказать только то, что оно есть и больше ничего. Вначале больше ничего. Потом мы уже будем говорить. Момент остановления. Момент остановления является бытие и ничто. Они разные. Постоянно переходит одно и другое в становление. Все правильно, Сергей Викторович. То есть, вот некоторые товарищи уже вот как бы обрели этот стиль. Лишнее не говорить. Сказать то, что надо и переходы выделять. Переходы очень важны здесь. А не сколько я скажу, как он говорит, с одной стороны. Мамонтов Дмитрий Александрович. Почему начало чистое бытие? Потому что про чистое бытие нечего сказать, кроме того, что оно есть. Но оно поэтому чистое. Начало – это первая категория. Нельзя требовать от него больше, чем то, что оно просто есть. Это как бы так делается некоторый акцент на то, что ничего вы требуете. Это много большего из меня. Ставьте зачет. И если я вам сказал, что чистое бытие, и все правильно сказал, ставьте чистый зачет. Бытие переходит в ничто, а ничто в бытие. Это движение исчезания бытия в ничто, а ничто в бытие. А вот тут я его поймал. Перехождение – переход бытия в ничто. Не перехождение, а прихождение. Если вы ошиблись, то читайте перед тем, как послать в город Ленинград трех революций. Аскеров. Владимир Аскерович такой. Державый написал текст. Почему начало чистое бытие? Момент остановления. И тут вот много лишнего по этому. Бытие – это то, что есть. Это есть. Естьность бытия. Видно, читал какие-то словари или какие-то книжки плохие по философии. Является предельно глубоким обобщением в науке логики. Предельно глубоким обобщением. Что это за предельность? Чтобы знать, что такое есть, я должен знать, что такое предел. Знать, что такое обобщение. И прочитать все на углу Кегеля. Это много. Самое первое утверждение, которого нельзя ничего добавить. Ну так и не добавляйте. А чего вы добавляете? Да. А дальше? Не даваясь конкретику того, что мы видим. А мы зачем здесь мы? Это ведь у вас как-то субъективный какой-то идеализм, что мы видим. Или так есть на самом деле? Не раскладывая его на составляющие. Не разбирая на молекулы атома. То есть вы хотите, так сказать, сказать, что вы много знаете. Вот не надо это показывать. Надо, чтобы вы знали то, на что относится к вопросу, который задан. Моменты становления. Чистое бытие. Оно постоянно видоизменяется. О каких видах может быть речь, когда мы говорим просто о факте бытия? Не о каких видах. Виды – это формы. А формы – это учение о сущности. И отправляйтесь, учите, пожалуйста, учение о сущности. Никому не запрещено. Пока мы за это и даже зачеты не ставим. Мы сейчас дойдем до этого. Само это становление является собой единое беспокойство, потеряя ничто из-за их разностей. Что за единое беспокойство? Оно не единое беспокойство, а беспокойное единство. Есть разница, беспокойное единство или единое беспокойство. Единое беспокойство – одно беспокойство с этой наугулой, и с этим Красным университетом. Жили не то, жили. А теперь мало того же. Напишешь что-нибудь, так и Ленинграды начинают тебе говорить, там, перечить неприятные вещи. Что это такое? Снятие. Счезает момент становления. Счезает беспокойство между бытием и ничто. Значит, беспокойство между бытием и ничто. Не беспокойное единство, бытие и ничто, а беспокойство между бытием и ничто. Вот стоит бытие, вот ничто, а вот это видно беспокойное единство, потому что я тут перекладываю отсюда все время. Примерно такая схема. Ну, это здорово, вы заметили. Само это становление является собой единое беспокойство, бытие и ничто из-за их разностей. Вот всегда почему-то, наверное, в семьях всегда беспокойство из-за разности, из-за того, что один муж, а другой жена. Вот это все из-за разности. Вот были бы одинаковые, как сейчас пропагандируют, и все было бы, и никакого беспокойства и не было. Это называется, не говоря, красиво. Счезает снятие. Счезает момент становления. Исчезает беспокойство между бытием и ничто. Никогда на ней. Беспокойное единство, оно может быть снято, а не просто. Вот она исчезает, тогда получается спокойная простота. А здесь вы что-то такое... То есть читайте внимательно, и не надо приписывать то, чего нет. Ломакина, Кристина... Ну, за что-то я поставил так. Можно сказать, человек много наговорил. Если не можно, выбрать правильное. Есть и правильное. Ломакина, Кристина Вячеславовна. Момент становления. Движение, исчезновение, ничто в бытие и бытие в ничто. Ну, как-то вот... Ну, а как же быть с падежами? Исчезновение, бытие, ничто в бытии, а бытия в ничто. Момент движения, исчезновение, и бытие в ничто. Почему бытие в ничто? И вот эти категории вообще трогать нельзя, и слова нельзя склонять, что ли? Момент движения, исчезновение, бытие в ничто. Называется неприхождение. Не прихождение, а прихождение ем. Момент движения, исчезновение, ничто в бытие, называется возникновение ем. Граница – это одна и та же определенность. Не так же, а та же определенность. Может быть, товарищ Ломакина слушала, как выступающий, и показалось, что там слово так же. Та же. Одна и та же определенность, которая соединяет разгляд с ней. Ну, вроде в целом правильно, но надо, чтобы трудно было придраться. То есть надо иметь в виду, что народ, который будет читать, в том числе преподаватели, они вечно портят людям настроение, придирается. Причем вроде из лучших побуждений, чтобы люди не делали ошибок, а все равно неприятно. Но с другой стороны, все, кто что-нибудь изучает, все понимают, что без ошибок не бывает. И для того обращают на ошибки, чтобы их по возможности не повторять. Ну и запретить я не могу делать ошибки. Тут уж что бы поделать. Машуров Николай Вячеславович. Чистое бытие переходит в чистое ничто, чистое ничто переходит в бытие, бытие в ничто. Одно в другое переходит и появляется движение чрезвычайно и бытие в ничто, ничто в ничто. Вот видите, появляется. А слово появляется относится к явлению, а явление относится к тому второму. Учение осуществить – это впереди. И там будет свой зачет, и за то, что неправильно слово появляется, употребляется, будет свой незачет. Зачем нам это туда прыгать? Нам хватает и этого. Истинная бесконечность – это такая бесконечность, у которой нет границы. А граница есть в самой бесконечности. Но почему-то «самой» не «а» написано «сомой». Может быть, от «сама». «Сама» не должно быть здесь «сама». Не ловили. То есть читать надо то, что посылаете обязательно. Ну, да, так все. Зачет Николай Вячеславович посвятил. Кондрусев Александр Николаевич. Снятие от немецкого. «Ухэвен. Преобразование. В котором наличные формы или принципы. О, вам. Чтобы знать, что такая простая вещь, это точно человек из словаря взял. Чтобы такая простая вещь, простую вещь такую понять, надо знать наличные формы. Вы знаете, что такое наличные формы? Вот наличные бытия мы знаем. А наличные формы я, например, такой категории не знаю. То есть те формы, которые на лицо. Ну, это мой пиджак, ваш свитер. Это вот наличные формы. Да. Или принципы устраняются. Это такое страшное. Кто устраняется? Вороны пришли. Кем их? Кто устранил? Отрицаются. Но вместе с тем сохраняет, удерживает свое значение. Не себя они удерживают, а свое значение. Еще значение надо их знать. Каких-то принципов, форм. Как подчиненные моменты новой целостности или системы. То есть надо, чтобы знать, что такое снятие. Знать, что такое целостность. И что такое система. Ох, их надо много знать. То есть какой принцип у нас выдержан на экологике Гегеля? И в чем его идеальность? Все сложное рассматривается, как сложное из простых. И объединяется через простое. А здесь, когда человек начинает брать длинные, можно сказать, словари и длинные учебники, негодные совершенно, которые пишут люди, которые не понимают, что простое, оно проще, чем сложное. А сложное, это сложное из простых. Они вот такие вещи пишут, а вы их берете. Вам никто не говорил читать эту ерунду. Читайте гениальные книги. Чем меньше будете читать дураков, тем будете в умственном отношении богаче. Дураки могут и степени иметь, и книжки писать. Ну, все делают. Нельзя запретить. Это страшное дело. Так. Берг Олег Владимирович. Познание любого предмета мы начинаем с констатации этого факта, что этот предмет есть. Просто есть, как в чистой быте, без всякой дальнейшей определенности. Ну, вот хорошо написано все. Момент это неотделимый друг от друга, предположенные движения в одном движении. Ничего лишнего не сказал. Гладко, понятно, зачет. Предыдущему товарищу только зачет, но еще обязательно мне надо на него нападать. А не нападать нельзя. Можно сказать, нельзя пропускать неправильность. Иначе человек, если неправильность, будет тащить дальше. Снятие это отрицание с удержанием. Не возразишь. Чистое бытие, потому что о нем больше нечего сказать, кроме того, что оно есть. Иванченко, Ирина Валентиновна. Написал человек. Краткость. Сестра таланта. Попробуйте на моем месте придраться к чему. Не к чему придраться. Зачет. А если бы тут оценка, оценка отлично. Учитесь. Красота. А вот тут художник делал художник. И настолько увлекся товарищ художник. То есть, Дмитрий Сергеевич Ломовский. Что он вместо прихождения, прохождения написал. Тут вот знаете, крупно так. Прохождение. Ну, что я могу сделать? Написал прохождение. Где он его взял? Не знаю. Вот проходит медосмотр. Это, наверное, прохождение медосмотра. Вот в проходе. Проходит, если вы где-то. Проходили здесь? Там есть проход? Вот. Вы в этом через проход. Как он нашел это вот прохождение-то? Я не знаю. Как так? Ну, я понимаю, что просто описку сделал. Красиво же все сделал. И на фоне этой красоты, ну, как бы выпить какую-то грубую ошибку. Нехорошо. Зачет. С большим длинным минусом. А так, вроде написано, нормально. Сначала неравидит результат. Начинаем изучение с того, что есть. О котором ничего нельзя больше сказать. Много уже было таких случаев, когда товарищи хотели с помощью изобразить какими-то схемами. Я говорю, схемами. Причем хорошие художники. Я говорю, ничего не получится. Потому что когда вы переход, вы не изобразите. Ну, только если переход с синего, так сказать, синего в желтый через зеленый. А так, а так вот у нас сейчас переход перерыву. Десять минут. Но это не значит, что мы прекращаем. Мы только прерываемся с надеждой, что мы продолжим. Если вы насадили товар в предсоциализме, и на самом деле берете его как товар, то вы должны к чему прийти? Прибыль. Прибыль. Вы прибыль. Смотря кто. Прибыль. Если вы к рабочей зарплате придете. Продали свои рабочие дела. Так вы прийдете к чему? К капитализму. Нельзя не прийти к капитализму, если вы начинаете с товара. А если вы просто слова такие говорите, там, вроде как товарный поезд. Товарный поезд, это не значит, что он везет товары. Ну, так называлось раньше. Продолжаем так называть. Это что значит? Грузовой. Больше ничего. Но если это товарный поезд, то в нем товары. А товары куда ведут? Товары идут на рынок. Значит, а рынок что такое? Это обмен товара на денег, а деньги на товары. А на деньги можно купить товар рабочей силы. Как здесь устроить капитализм? И у него это вот развитие у Марса в капитале первый том капитала, второй том капитала. Уже производство капитала первое обращение капитала. И процесс капиталистического производства взятый в целом. И что там по стоимости продают при капитализме? В третьем томе, как на поверхности явления. Что является центром колебаний цен при капитализме? Свободной конкуренции. Монополистически он не затрагивает Маркс. Это Ленин сделал. Что является центром колебаний цен в капитализме свободной конкуренции? Стоимость. Это неверно. Я сразу вижу, что вы третий том не читали. Чего-то не понятно. А у меня раскусили. Нам сразу понятно. Нам, людям простым, прочитавшим, сразу понятно. Там центром колебаний цен выступает цена производства. Такая категория цена производства. Смысл ее в том, что вот если мы с вами все капиталисты, вот вы там бюстгальтеры выпускаете, а он носки мужские, а этот выпускает доменные печи. Этот товарищ специализируется на станках, с другим программным управлением. Он для чего, вы для чего вкладываетесь? Что вы хотите получить от своего? Вот и все. Больше вас ничего не волнует. Если у вас прибыль будет меньше, чем у него, вы пойдете куда? В ту отрасль. А если у него будет меньше, чем у вас, он пойдет в вашу. И до каких пор вы будете ходить? Пока цена не будет устанавливаться на уровне, который дает одинаковую прибыль для любого капиталистического производства. Вот поэтому формула цены производства, вокруг которой, это еще цена, я только вокруг нее колеблюсь. Центр колебаний цены. Формула цены производства, цена производства, плюс средняя прибыль. Вот, пожалуйста. Ну, это только получается потом. А вначале наоборот, предполагает, Макс, давайте предположим, что все по стоимости, чтобы никто не говорил, что в торговле это получается. Что обманывает там, вы меня обманули, у вас прибыль. Я его обманываю, вы меня прибыли. А он пошел обманывать дальше. И так друг друга обманывают. Но из этого ничего не получается. Так, товарищи, продолжаем. Вот, ответы на вопросы к семинару «Логические переходы категории бытие, ничто, становление нечто» прислал товарищ Чопа Алексей Михайлович из города Екатеринбурга. Почему начало чистое бытие? И он так очень научно начал, чтобы избежать проявления какой-либо рефлексии. За начало, логическое начало Г. Гейгель принимает бытие. Ну, мы же люди темные, мы еще не знаем, что такое рефлексия. Что такое рефлексия, мы узнаем только во втором томе. То есть, с точки зрения педагогической, вот, Алексей Михайлович, если вы хотите нам рассказать, как вы можете использовать такие страшные выражения, которые требуют изучения второго тома. Поэтому это убирается все, или говорят, не говори красиво. И дальше у вас идет все очень хорошо. Такое бытие, которое ничем не посредственно, в котором нечего содержать и нечего мыслить. Такое бытие, которое само по себе есть, это пустое содержание, пустое мышление, бытие без всякого дальнейшего выделения, о котором нечего сказать, кроме того, что оно есть. Такое бытие есть чистое бытие. Красота. И дальше момент остановления, движение исчезновения, чистое бытие в чистом ничтое, и чистое ничтое в чистом бытии. Все у вас хорошо написано. Поэтому советую пользоваться тем, о чём говорил Чехов. Вы написали рассказ. Уберите начало, конец, и можете печатать. Объясняю почему. Когда человек начинает писать рассказ, ну, не как-то идиот сначала начинает, пока распишется, и вот это какое-то корявое, непонятное. Потом он уже чувствует, что надо заканчивать. Ну, вы же рассказ написали, а не роман. Рассказ же должен закончиться. Но он всё продолжает писать, уже видит, что писать уже нечего, и начинает придумывать какие-то штуки. Поэтому, а Чехов был мастер рассказов. Он говорит, вот, написали, молодец. Пишите, пишите, вот писать, я всем тоже скажу, пишите, что пишется. Потому что потом вам делать будет нечего, и писать не захочется, возьмёте потом, и будете вычёркивать. Это отрежете. Вот отрежьте. Уберите начало, конец, и можете печатать. И можете отправлять в Ленинград, в Санкт-Петербург, то, что написали. Так что, привет, Алексей Михайлович, зачёт. Фролов Сергей Александрович. Начало чистое бытие, так как, во-первых, оно есть, значит, бытие. Во-вторых, оно чистое, так как о нём больше нечего сказать. Это самая простая категория, не ради этого результата. Ну, замечательно сказано. Всё, товарищ Фролов, отлично. Я бы поставил вам. Но не дают же, ведь говорят, зачёт, ничего не ставить нельзя, никаких оценок. Но я всё равно прорвался через это и объявляю. Ответ на вопрос номер два. Первой диалектической категорией является становление, движение, исчезание бытия в ничтое, в ничтое бытие. Ну, понятно. То есть, что значит диалектическое такое, которое содержит противоречие? Зачёт. Коротко, человек понимает. Ответить? Ответил. И смотрите, как мало истратил этого порошка. Наверное, экономит порошок. На самом деле, он говорит... Там девушка меньше. А, он мой хорошо, порошок экономит. Спасибо большое. А то... А то ведь можно было много написать. Репин Иван Васильевич. Ответы на вопросы. Почему начало чистое бытие? Начало, то есть, не разный результат. Результат развернутый. Начало. Начало является то, что есть бытие, чистое бытие. Это категория без всякого дальнейшего определения. То есть, вопрямо. Значит, тогда становлются. Как же о таком простом можно много наговорить? О простом и надо говорить мало. Вот вы хотите что-нибудь про себя хорошее сказать? Скажите, что я человек, а человек это звучит гордо. Кто будет спорить? И все. А можно там начать рассказывать. Я то делал, это делал, туда ходил, это ущел. Момент остановления. Переход бытия в ничто, ничто в бытии. Все хорошо. Зачет. Репин Иван Васильевич. Зачет. Шефер Александр Александрович. Он вроде как писал снятие, отрицание, исчезание бытия в ничто, ничто в бытии. Что значит отрицание с одержанием? Отрицание, исчезание. Как это вы можете? Просто взять его и отрицать. Снятие – это отрицание с удержанием. А у вас просто отрицание. Упустили одну сторону, один момент. Качество и определенность наличного бытия делятся на две категории. Реальность как положительное качество и отрицание как отрицательное качество. Это правильно. Патокин Денис Анатольевич. Качество – это определенность, которую мы рассматриваем изолированно. А если не мы? Все держится на вас, вот теперь, Денис Анатольевич. Вся диалектика, вот мы, наверное, это мы с вами. Потому что вы мне же написали. Нет, вообще-то вы написали Юркову. Он тоже здесь вдоль. Но его нету, и я тут попал. Поэтому я вдоль. Нас двое с вами. Мы рассматриваем изолированно. А зачем это вам мы? Какой-то субъективизм. Которая рассматривается изолированно. И все. Она рассматривается по смыслу. Любым мозгом, любым человеком, любой головой. А так все правильно. Граница. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечета. Семенов Александр Вячеславович. Город великий Новгород. Моменты становления и граница. Ответ на первый вопрос. Моменты становления бытия – ничто. Не, неправильно. Это не моменты становления. Они еще не представлены как моменты. Возникновение и прихождение. Вот, да. Это моменты становления. А тут бытие и ничто. Они как бы... Начало и хвост. Начало и конец. Бытие стало ничто. Было ничто стало бытие. Все-таки они не просто змеи – ничто. А они уже... Каждый момент уже диалектичен. Но в нем два момента. Возникновение и прихождение. Ответ на второй вопрос. Граница. Это определенность, которая соединяет и разъединяет два нечета. Почему разъединяет? Ну, не разъединяет, а разделяет. Почему разъединяет? Два нечета, они же соединены. Чем они соединены? Границы. Граница их не разъединяет. Она их соединяет. Они их едины. И? Да. Соединяет и разделяет. А вы говорите, разъединяет. А если два единых получается? Два единых. Две единицы какие-то. Это не две единицы. Это вот два нечета, а они соединены. Граница же соединяет их. Вы только что, вот он, то, что соединяет и разъединяет. Разделяй. Так. Пасысоев Андрей. Чистое бытие образует начало. Потому что оно в одно и то же время, если чистая мысль, это неопределенная простая непосредственность. Это я должен знать, что такое начало, чтобы знать, что такое мысль. Чтобы знать, что это слишком много требований предъявляется. Как бы попроще. Это долго надо объяснять, что такое мысль. Правда? Вот неопределенная простая непосредственность, это понятно. А первое начало не может быть чем-нибудь непосредованным или определенным. Непосредованным, а посредствованным. Вот это очень часто бывает, такая путаница. Опосредственно. Непосредственно. Что здесь, какое слово в середине стоит? Средство, а не среда. А вот если у вас гидравлический насос или гидравлические какие-то механизмы, они, у них, так сказать, передается движение через масло, да? Через жидкость. Вот это будет опосредованное. Потому что это жидкость среда. Тут не среда, а средство. Зачем путать средство и среду? Это не то же самое. Граница. Переход через предел. Неправильно. Предел есть граница, которая переходит. Что значит переход через предел? Предел есть граница, которая переходит. Поэтому... А как вы определяете границу через... Через предел... Предел более сложной категории, чем граница? А граница... Одна и та же определённость, которая соединяет и разделяет два нечто. То есть надо сложное определять через более простое. А здесь сложное через ещё более сложное. Это недопустимо. То есть это зачёт на уровне тройки. С минусом. С минусом. Гарри Ильиков Юрий Викторович. Почему начало чистого битья? Про чистого битья мы можем сказать ничего. Кроме того, что оно есть. Как-то так не по-русски. Мы обычно говорят, мы не можем сказать ничего. А вы можете сказать ничего. Кроме того, что оно есть как-то странное выражение. Непривычный. Если мы ничего не можем сказать, значит мы отрицаем. Зачем вот вы впутали и себя, и меня, и Красный университет, и других товарищей в это дело? И все мы в этом оказались запутаны и все виноваты. Я бы, если бы был бы не запутан, я, может быть, поставил вам не зачёт. А тут я даже боюсь. Не поставлю. Я тоже в этом деле уже теперь завязан. Но поставлю на всякий случай зачёт. Момент остановления. Движение из бытия в ничто. Не движение из бытия. Кто двигается из бытия в ничто? Мы двигаемся. Я двигаюсь. Вы про меня, что ли, пишете? Что я двигаюсь из бытия в ничто? Движение бытия в ничто. Какой из? Не надо прибавлять то, чего нет. Движение бытия двигается само в ничто. Потом ещё у вас тут не прихождение, а прохождение. Так. Кто тут в диалектике? Проходи. Ну что это? Зачёт на уровне между двумя и тремя. Ёмочкин. Владимир Иванович. Снятие и отрицание с удержанием. Качество изолированное определённое сама по себе. Истинная бесконечность. Такая бесконечность, у которой нет границы. Граница есть в самой бесконечности. Граница бесконечного и конечного. Всё правильно, замечательно. Зачёт на уровне отлично. Кирьянов. Роман Валерьевич. Как-то у него только, не знаю, так написано. То ли это ошибка, то ли это особенность отчества. Валерьевич. И мягкий знак. Странно. Может, Валерьевич. Наверное, Валерьевич. Но всё равно мягкий знак бы я не ставил. Но по-старому можно было, может быть, твёрдый знак поставить в конце. Ну как-то так. Или Валерьевич. В отчестве. Нет, ну мягкий знак в конце там можно? В конце ставить мягкий знак ещё. А, это мягкий знак, который он поставил в конце. Его надо перенести, поставить вместо буквы «Р». То есть всё есть, а в этом я должен сам поставить. Спасибо, понял. Почему начало чистого бытия? Всё начинается с начала. Про него можно сказать, что оно есть, и больше нечего про него сказать. Ну и всё правильно, да. Всё правильно за счёт Ельцуков Сергей Николаевич. Начало чистого бытия. Оно есть, и больше о нём как-то таковом нечего сказать. Движение исчезновения бытия в ничтое, ничтое в бытие называется остановление. И все остальные лозунги такие же. Всё правильно говорится. Отлично. Всё. Ни к чему не придерёшься. И он даже восемь пунктов наговорил. С перебором большим. Вот. Так что, если бы у нас был экзамен на эту тему, то отлично. Жил Нин Николаевич, город Ижевск. Начало есть, и потому бытие. Правильно. Чистое бытие есть, и больше о нём нечего сказать. Правильно. Сстановление имеется лишь благодаря различия. Неправильно. Благодаря разности бытия и ничтое. Не знаем мы, в чём у них различия. Нет у них различий. Нету. Они просто разные. Это более простое высказывание. Вот мы с вами разные. А в чём различия? А мы на эту тему о ней думали ещё. И вообще не хотим эту тему обсуждать. Зачем мы будем вот это? Ну, разные. Вот разные. Это никому не оскорбительно. Мы разные люди. И с вами разные. Или есть одинаковые у нас. Даже самые близнецы, и они всё равно в чём-то разные. Вот и всё. Зачем эти различия? Различия свои? Так, давайте различия. Не можете сказать так. Вы будете говорить, в чём различия? Или не будете? Ну, если не будете говорить, тогда другой разговор. То есть не надо в такие вещи дебри вдаваться. Не надо говорить больше, чем требуется. Не надо брать сложные категории, тогда речь идёт о простых. Так. Бытие исчезает ничто. Возникновение ничто исчезает ничто. Возникновение ничто исчезает. Бытие надо было написать. Тут ясная описка. Ну, а дальше всё очень правильно. Всё хорошо. То есть наличное бытие определилось как сущее. Нет, оно определилось как наличное сущее. А сущее как раз проще. И это маленькая поправка. Зачёт Николая Руслановича. Соколов Сергей Сергеевич. Почему начало чистого бытия? Начало не разит результат. Чистое непосредственное бытие. Самая первая категория. А вот в момент восстановления, возникновения, переход от ничто к бытию. Хочется спросить, кто шёл? Признайтесь, кто шёл от ничто к бытию? Вы ходили? Сергей Сергеевич, вы шли? Вы не шли? Я не шёл. Тут я спрашивал всех. Вы никто, товарищи, тут присутствующие? Никто не ходил от ничто к бытию? Никто не ходил. Может, ничто само перешло? И не вот, а ничто перешло в бытие. Неправильное слово употребление. Граница, определённость, которая смыкает и разъединяет нечто иное. Есть границы. Почему нечто иное? Почему не сказать два нечета, которые соединяет, не смыкает, а соединяет? Ну хорошо, пусть смыкает. Два нечета. Иное тоже же нечто. Соединяет и разъединяет. Два нечета. Вам важно сейчас указывать на то, что это вот иное. А если не иное, какая вам разница? Два нечета, всё разделяет. Определённость, которая смыкает и разъединяет. То есть предел границы, которая переходит. Правильно. Два нечета, то, что должно быть вместе с тем, и не есть. Так, зачёт. Соколов Сергей Сергеевич получает зачёт. Шурравин Александр Петрович. Он так всё хорошо написал. Ну, в разделе «Снятие», когда выиграл снятие. Но само становление осталось в нашей памяти. Когда мы делали этот логический вывод. Мы помним о том, что становление перешло в наличное бытие. И в нём имеется момент возникновения и приходения. Это вот, тут ваше высказывание похоже на выступление, когда хоронят это самое становление. Само становление осталось в нашей памяти. Когда мы делали это логический вывод. Мы помним о том, что становление перешло в наличное бытие. И он всегда хорошо относился к тем, кто принимает зачёт. Как-то это странно. Причём тут наша память? Не надо проплетать к категориям. Вы должны объективную логику. Объективная логика написана у Гегеля. Объективная логика. Причём тут мы? Надо это мы запрятать, чтобы... Понятно, что мы изучаем. Но мы изучаем объективно. Это значит, что от того, кто изучает, логика не меняется. Это мы, вы, вы или я. Вот неважно, у кого какой характер, у кого образование, у кого подготовка, стиль жизни. Но от этого не зависит. Зачем же вы объективно превращаете его в субъективное? А так вот хорошо. Как говорят, а человек хороший. Зачёт. Я думаю, вы понимаете, что смысл нашего этого зачёта в том, чтобы удержаться от этих вот ненужных ошибок, удержаться от того, чтобы сходить с этого чистого, логического пути на всякие ненужные вещи. Не говорите лишнего. Аркадий, не говори красиво. Есть такое высказание. Так. Задание 4. Чистое бытие. А пока такая категория не введена корректно, легей пользоваться для выведения небытия. Ну, что за вопросы здесь? Вопросы тут не должны быть. Вопросы к вам. А чего вы задаёте вопросы? Любая информальная наука, наука, изучающая абстрактные понятия, как, например, категории, в своей основе содержит как минимум два неопределяемых понятия. Ну, почему это как минимум два? Ну, как минимум один. Ну, начинаем-то мы с одного, а не с двух. И что так? Вот с двух начинаем, и так двумя глазами смотрим сразу. И тут две логические дорожки. Это вы откуда-то списали из учебника. Мы же договорились. Ну, зачем читать учебники? Ну, будете читать дураков, кем будете? Знатоком того, что пишут дураки. Ну, я уж не стал там как-то переводить стрелку. Ну, мы считаем гениальных людей. Для чего? Чтобы возвыситься. А зачем принижаться самим себя? Комментарии. Возможно, неправильно использовать формальную логику для понимания диалекции. Не только возможно, а совершенно правильно вы говорите. И невозможно её использовать. Но использовать диалектику для понимания диалекции бессмысленно. Потому что нельзя понять непонятное через непонятное. Вот это здорово написано. Если диалектическая логика является обобщением формальной, то она должна пользоваться именно ей для построения первых категорий. Я думаю, что вы, наверное, заметили, что диалектическая логика использует формальную логику. Но формальную логику она выводит из одной стороны то, что вытекает из этой стороны. И с другой стороны то, что вытекает из другой стороны. Она по дороге использует формальную логику. Но поскольку она рассматривает противоречивое, то она приходит снова к противоречивой и более богатой категории. Поэтому без формальной логики, конечно, вы бы не обошлись. Ну, а вы тут как-то вроде писали правильно, а потом вдруг усомнились во всём нашем действии. А вера в победу есть фактор победы. А вы засомневались, верный, да и огрем, или мы идём, товарищи. И повернут ли нам назад? Куда? В формальной логике. Ну, если хотите, поворачивайте. Я думаю, что за вами никто не пойдёт в этом направлении. Задание. Ну, пока я вам поставил зачёт, чтобы вы могли начать двигаться вперёд, а не отворачиваться назад. Задание номер четыре. Взаимосвязи категории бытия на экологии Гегеля. Становление имеет в себе два момента – возникновение и прихождение. Где возникновение есть переход ничто в бытие, а прихождение – переход бытия в ничто. Хотелось бы знать. Вот почему вы не начинаете с перехода бытия в ничто, а потом уже перехода ничто в бытие? Ведь первая категория – это не ничто, а бытие. Ну, вам что стоит? Всё тяжёлого в том. Я, правда, взял зелёненьким, вас и переставят. Разве это трудно переставить? Значит, первая категория – это науки и логики бытия. Вы откройте, посмотрите – бытие. И вообще называется первая книга – бытие. Ну, учение о бытии. Зачем вы, наоборот, ставите ничто в бытие, а потом в бытие в ничто? Нет, ну, вы имеете право переставлять, то есть с формальной точки зрения, я не могу запретить. Скажут – а я хочу. Ну, странно. Ну, странно. Вот, тут написано дальше. Она есть и она налицо. Поэтому она лично налицо. А кто она? Это отрицание беспокойного единства, спокойная простота. Спокойная простота есть. Хорошо. Ну, вы тут-то нормально начинаете. Это есть. И вот здесь у вас единство бытия и ничто. Тут вы правильно ставите? Не забывайте, что и что. Начинать надо с бытия. И не только первый раз начинать, но и всегда каждый раз. Когда мы начинаем что-нибудь рассматривать, уже потому, что мы его рассматриваем, оно есть. В учении о сущности рассматриваются одни отрицательные категории. Но стоит мне их рассматривать, как они превращаются в бытие. Поскольку они – отрицание, отрицание. Но это другая сложность, которая будет. Маневский, Юрий Георгиевич. Чисто ничто не может быть принято как начало, хотя бы потому, что в названии явно звучит отрицание, которое указывает на предшествующее наличие того, что отрицается. Очень логично. Мудро. А вот тут у вас говорится, что снятие всегда опосредованное и ранее снятым. Не опосредованное, а посредствованное. Средство не забывайте. Не среда у нас стоит между нами, а средство. Вот это вот не среда. Среда что-то жидкое. Или вы представляете такого человека, он преподает диалектику, и у него тут лодка и стакан хлопнет. Это опосредуемое этим стаканом. А это среда же. А без этого опосредования, говорит, дальше не будет. Ну это так батюшка говорил, когда его спрашивали, сколько вы можете выпить. А он говорит, ну сколько? При хорошем закусе, да за казенный счет, так и до бесконечности. Вот это опосредованное. Я вот сколько это вот наблюдаю, когда это кончится, это опосредование. Мы говорим о средствах. Есть средства производства, средства труда, средства денежные. А что у вас? Деньги, среда, как вода, уходит. А может, это все дело, что инфляция идет, вроде получил зарплату, смотришь, куда-то утекла. Вот, наверное, в чем дело. И люди отражают нашу жизнь в своих произведениях. Так, ну, это вам зачет. Белянов Сергей Сергеевич. Не смог я придраться. Все хорошо написано. Начало есть неравито, результат. Подначалом Гегель подразумевает в своем труде на уколойке чистые бытия, как простую непосредственность. Вообще он подразумевает. Понимает он и все. А как-то так подразумевает, подозрительно. Моменты противоположных движений в одном движении. Чистые бытия, переходящие в чистое ничто, являются прихождением. Вот запятые я расставил. Но я думаю, что лучше бы вы расставили запятые. Зачет Гелиола Светлана Анатольевна. Очень хорошее, краткое и понятное все написано. Начало – это неравито, результат в результате. А результат – это развернутое начало. Поэтому чистые бытия – это самое начало, так как оно просто есть, и о нем больше нечего сказать. Чистое бытие возникло из чистого ничто. И это момент возникновения. А это неправильно. Вот чистое ничто возникло из чистого бытия. А чистое бытие не возникло из чистого ничто. Чистое бытие первое было. Вот так все хорошо начали, и вдруг раз. То есть так мало вот тут категорий. А почему вот важно изучать вот такие простые категории? Потому что в них уже делаются ошибки, когда вот совсем тут бедно, тут чего-то всего-то. Чистое бытие, чистое ничто и становление. Ну как же, вы сказали, чистое бытие возникло из чистого ничтого. Это потом уже одно из другого возникает по ходу дела, когда этот процесс пошел диалектически. Но сначала чистое бытие переходит в чистое ничто. Вот чистое ничто возникло из чистого бытия. Чистое бытие, извините. А чистое бытие не возникло из чистое ничто. А то, что возникло, то уже просто бытие, а не чистое. Не чистое, а уже чистым нельзя его называть. это такое бытие, которое возникло из ничто. Это ошибка. А в целом зачет Богатырева Екатерина Владимировна. Почему начало чистое бытие? Она отвечает на этот вопрос. Дальше. Момент становления. Есть движение. Переход бытия в ничто и обратно. Становление беспокойное. Единство перехода. Почему это единство перехода, а не единство бытия и ничто? Какое единство перехода? Что за единство? А, дескать, переход один между ними. И этот переход надо... Он крытый у вас, переход между бытием и ничто. А, то есть, чтобы должник не замочил. Что это за единство перехода? А что бытие... Говорил же Гегель. Непосредственно бытие переходит в ничто. Если вы будете про чистое бытие думать, то для чего вы додумаетесь? Что в нем нечего различать, нечего понимать. Оно пустое. Значит, тогда бытие переходит. Нет, это у вас переход единства перехода. Бытие в ничто. Во-первых, еще и бытие тогда, если уж перехода, бытие в ничто. Тогда и писать надо по-другому. То есть, вот, это вот вся очередная попытка поправить Гегеля. Да. Ну, как... Ну, вот, как-то вот все эти попытки показывают, что все эти варианты, когда пытаешься это по-другому перекрутить, выясняется, что Гегель, наверное, многократно это все перекрутил в своей голове, прежде чем напечатал. И люди, и человек опубликовал для того, чтобы над ним не смеялись. И не ерничали. Или там какие-нибудь люди вроде меня не говорили, а что это Гегель такое написал? Даже очевидно, что это не так. А ему это не надо. Но я думаю, вам это не надо, чтобы кто-нибудь, не важно, кто там, преподаватель, не преподаватель, чтобы вам вот икали, говорили, вот никто не так, это не так. Мы не для этого сюда пришли. Мы пришли для того, чтобы избавиться от некоторых мелких ошибок, досадных скосок. Даниил Александрович Переход бытия в ничто и ничто в бытие называется остановлением. Ну, что тут скажешь? Все хорошо. Ни к чему не мог придраться. Написал. Для меня это определение про снятие оказалось наиболее трудным для понимания. Привыкнувшему мыслить конкретными объектами трудно переключиться на общие абстрактные категории. Пока я понял, снятие как некий синтез противоположных движений, сохраняющие их положительное качество и обняющие в новое нечто, вот и появились абстракции более высокого порядка. То есть, посредством снятия описывается развитие от простого к сложному. Неправильно. Посредством снятия описывается развитие не от простого к сложному, а простого к сложному. Вы развиваетесь не от себя к Иванову или к Петрову, а вы, товарищ скос, развиваетесь от себя к товарищу скосеру Даниилу Александровичу, овладевающего диалектикой, все более и более овладевшему диалектикой. Вот так надо писать и говорить. Надеюсь, не отнял много времени своим отступлением от задания. А я так много времени не отдам. Сочет. Так, Садовский Андреевич. Моменты становления. Моменты называются противоположные движения в одном движении. А не то, чего нет друг без друга. Ну вот, сразу видно, человек взял ДК-зарака и все говорит. Зачет. С плюсом. Момент перехода нечто в иное через границу называется должностованием. Граница, которая переходит, называется пределом. Раз-раз. Спокойно. Замечательно. Товарищ Садовский. Так. У нас уже письменных мало осталось. Остались у нас люди живые здесь еще пока. Так. Так. Кто же это нам так много написал? Правильно. Товарищ Абрамов. Чистое бытие, оно есть. Больше о нем мне сказать нечего. Все, дескать. Я уже, как преподаватель, боюсь тронуться. Раз сказать нечего. Как я могу придираться? Как начну придираться? Вам уже сказано было, объяснено. Из другого города. Все это не так. Так. Качество рассматривано самостоятельно, и определенность есть качество. Взятое, изолировано от наличного бытия. С удержанием в уме того, что определенность не существует без наличного бытия. Ну, правильно. А тут вопрос не по себе. Есть ли у Коммунистической партии политическая позиция по отношению к объявленной пандемии? Коммунистической партии, если вы имеете в виду рабочую партию России, у нас такой точно выраженной позиции нету, потому что это требует не только изучения диалектики, и не только изучения марксизма, и требует изучения, между прочим, медицинских вопросов. И у нас есть товарищи, кандидаты медицинских и биологических наук, которые высказываются по этому поводу, и как представители науки нам разъясняют, что такое вакцинация, как она делается, какие могут быть результаты и так далее. Но я хочу вам сказать о другом. У нас, поскольку мы партия рабочего класса, мы интересуемся тем, как реагирует на то, как проводится вакцинация, соответствующие профессиональные союзы. Я вот имел разговор с президентом Федерального профсоюза, с Печером, товарищем Ковалевым, Сергеем Анатольевичем, он меня проинформировал, что они потребовали от своего работодателя, что вот если вас направляют на вакцинацию, а направляют, это значит, вас хотят, наверное, как-то побудить. Как вас можно побудить? Не пойдешь, выгоню, или пойдешь, вот тогда вам два дня оплачивается свободных, вы после вакцинации два. Да. И это вот в других местах тоже есть. И если у вас будут какие-то нарушения здоровья после этого, а такие случаи есть, они есть, это признано. Значит, тогда вы должны, значит, вас не просто надо направить, и застрахуйте, пожалуйста, товарища, застрахуйте. В том числе, а если в случае, не дай бог, умрет, то, значит, семье должно быть выплатиться на соответствующую страховку. Потому что, между прочим, и боятся люди, что, а вдруг со мной что будет, а что будет с семьей? А так бы не боялись, в такой степени. Это, конечно, редкие случаи, но они бывают, это мы уже знаем. И что говорит их работодатель, госкорпорации по организации воздушного движения? Они проглотили два дня, сказали, да, будем оплачивать два дня. А, говорит, на страховку не будем, денег нет. Нет, ребята, вы же сказали, что после вакцинации, вот вы два дня еще посидите, отдохнете, и все будет хорошо. То есть, платить, то есть, ничего не будет. А раз ничего не будет, то страховка будет пустой. В том смысле, что не надо будет ничего оплачивать, ни дополнительное время, может, еще 10 дней вам потребуется для того, чтобы встать на ноги. Тем более, тем более, возможно, смерть, да? Да, как вы говорите, денег нет. Так это вам же не надо деньги. Вы же нам так убедительно сказали, что не надо деньги. Поэтому мы, говорит Михаил Васильевич, в второй раз снова поставим тот же самый вопрос. Вот я хочу сказать, что вот, если говорить, конечно, я за партию не могу говорить, я хочу сказать, что это вот, поскольку мы взаимодействуем с профсоюзом авиадиспетчеров, и профсоюз авиадиспетчеров возглавляет Федерацию профсоюзов России, мне кажется, это наиболее правильная постановка вопроса. А что касается выступлений наших товарищей из партии, товарища Клавцева, который кандидат в биологические технологии, говорит, что три дня надо давать. Ну, вы хотите, чтобы человек... Вот вы хотите, чтобы люди вакцинировались. Ну, скажите им, что вы получите три дня. И страховка на всякие случаи, всякие бывают. Для чего страховка? Страховка... Вы, говорит, хотите свою жизнь страховать. А это что, значит, что я не умру? Нет. Это значит, что кто-то получит что-то. Ну, о семье-то люди тоже думают. Поэтому, ну, вот сделайте вы так. Нет, палкой хотят гнать. Давайте коваркот. У нас же есть страховка, когда мы билеты покупаем на поезд. Нам же ее меняют. Да. Даже на автобусе, в городе. Да. В чем дело? В чем дело? Да, ну, какая-то всегда есть. Ничего-то такого особенного нет. Поэтому у них таких, по крайней мере, у профсоюза, чтобы кого-то заставили идти, вы, кстати, нету. Они этого не допускают, как в профсоюз. Ну, так вы сделайте так, чтобы человек пошел. А вы сделали так, чтобы он боялся пойти. Хотя мы прекрасно знаем, что после прививки у многих поднимается температура очень сильно. И другие бывают явления. А если двое, после второй прививки там еще какие-то вещи, ну, так вы как-то это учтите, а вы хотите, чтобы это было... Вот на это надо потратить деньги, а не просто. Давайте мы остановим эту работу на несколько дней. Да вы-то остановите. Так вы остановите мою работу на несколько дней после того, как я прививаюсь. Правильно? Вот. Ну, эту тему я не развиваю. Это, так сказать, товарищ тут в силу актуальности это делал. Думаю, что мы должны советоваться с профессиональными союзами, хорошими, которые имеют отличные договора. И вот позиция партии не такая, что мы как партия все знаем. Мы как партия поддерживаем контакты с ведущими профессиональными союзами, которые находятся в авангарде. И у которых самые лучшие условия по их коллективным договорам. О чем я вам и доложил вполне из первых рук. Моисеев Александр. Начало является начистоем бытием, потому что мы не можем ничего сказать о нем. То есть вы плохой, вы ничего не можете. Эх вы. Вы ничего не можете. Из-за вас оно начало является чистым бытием. Ну, как вы-то поставили вопрос? Все из-за вас. А если я могу что-нибудь сказать про него, кроме того, что оно есть? Значит, не в том, что мы не можем. Есть другое выражение. О нем нечего сказать, кроме того, что оно… Нечего. Не надо это мы выставлять. И себя тут, и меня втягивать. Вы меня ведь тоже имеете в виду. Мы уже с вами двое тут сразу. Вот еще тут у меня всегда присутствует. Тоже не можете ничего сказать. Как же вы получите зачет, если вы ничего… Такая форма, это не могу, это не могу. А за что я могу? А я могу за то, что вы что-то сказали, люди, поставить зачет. Да вы меня-то поставили в тупик, это ужас. Так, зачет вам поставлю. Я вышел из тупика. Так, Имат Динов, Ренат Амалмасович. Граница. Одна и та же определенность. Разделяющая и соединяющая два нечета. Запятую я поставил перед разделяющей. Долженствование, переход через границу. Предел границы, которые переходят. Ну, все, перед которым тоже поставил запятую. Зачет. О, кратко, сестра таланта. Маневский Юрий Горьевич. Ну, тот там, да. В этом мире все предметы есть. Зачем мне знать про этот мир? Во-первых, я что-то о нем и так знаю. А здесь был вопрос не о том, что в этом мире, а о том, что с этим происходит категориями. Чистое ничто не может быть принято как начало, хотя бы потому, что в названии явно звучит отрицание, которое указывает на предшествующее наличие того, что отрицать. Вот это очень хорошо. А все ранее написанное, выше написанное, ни к чему. Момент остановления. Встановление чистое бытие есть. Прихождение перешло. Не перешло оно, прихождение. Оно переходит. Когда оно перешло уже, а его нету. Жидкость, которая выпита, она, конечно, уже перешла. Нет и в ней этого жить. А чистое ничто есть. Возникновение перешло. Переходит в чистое бытие. Прихождение возникновения приводит к исчезновению этой разницы. Не разницы, а разности бытия и ничто. Они перестают быть разными. А разности никакой нет. Между пятью и тремя есть разность. Два. Зачем притаскивать вот эту разность, которая из арифметики? Мы что, арифметикой тут занимаемся? Или мы говорим, что мы разные категории имеем? Разные люди. Качество есть. Тождественное бытие непосредственное. Сущая определенность. Хорошо. Ну, это можно сказать. Зачет. Алексеев Сергей Германович. Моменты. Неотделимые друг от друга предположенные движения в одном движении. Абсолютно правильно. Одно движение. От небытия к бытию неверно. От ничто к бытию. Какое небытие? Ничто к бытию. Второе. От бытия к небытию. От бытия к ничто. О чем вы говорите? Небытие – это то, что есть в наличном бытии. В наличном бытии его отрицание называется небытием. Совершенно неверное использование категории. Такое снятие возникновение и прихождение приходит к равновесию. Никакого равновесия тут нет. К чего взвешивают? Никакого весов тут никаких нет. Не надо тут ничего сюда прибавлять, добавлять. Качество выражает неотделимое от бытия объекта его существенную определенность. Во-первых, оно отделимое от объекта. Взятое изолированное. Качество – это определенность взятая. Она неотделимая по сути, но взятое изолировано само по себе. Понятно, вот очки можно отделить, а ум-то я от него не могу отделить. Правильно? Как бы я ни пытался изолировать. Но взять могу. Теоретически. Но не иначе. Количество выражает внешнее формальное взаимоотношение предметов или их частей, а также свойств, связи. Ну, поехали. Какие свойства? Каких свойств? Каких связей? Ну, как говорится, не говори красиво. Нет никаких свойств и связей в количестве. Каких свойств? Свойства у нас находятся. О свойствах идет речь во втором томе. О связи я не знаю, какие связи вы нашли. Это к связистам. Так, Алексей Александрович Агафонов завершает. Для начала нужно понять, что такое бытие. Тут все просто на первый взгляд. Бытие – это то, что есть. А потом вот взял человек и сказал, что все хорошо. А потом решил ему, что надо для научности что-то прибавить. И начал прибавлять. Бытие – это существование. А существование – это категория второго тома. В скобках «нем», «дас из айн», «дас везен» – разные существительные формы глагола «быть». Мы же не занимаемся филологией. Мы занимаемся логикой. А существование – категория второго тома. Но поскольку это первая категория, значит, бытие чистое. Эта категория не обременена качествами. Еще их много, этих качеств. Качество было одно. А как вы его превратили во множественное число? Недопустимо. Короче говоря, однако, если есть начало, должен быть и конец. Ну, раз конец, то я решил дальше и не читать. Ни зачет. Вот там, потому что другое. Вот в таком же самом духе. Алексей Александрович Аглопонов. Значит, если вы хотите получить зачет, считайте, что это за ваше неудачное выступление. Вот вы слушали. Здесь можете посмотреть, что было. Вот вы, пожалуйста, переделайте и пришлите. Товарищу Мордовину. Товарищ Мордовин мне переслет. Я почитаю. Если вы это устраните, такие недостатки, то я поставлю вам зачет. А пока не зачет. Да. А очередь почему не выступает? Сейчас будет они. Сейчас мы с ними разберемся. Так, значит, каждый здесь присутствующий мне на один подготовленный вопрос кратко отвечает. Предельно кратко. Пожалуйста, называйте свою фамилию. Я должен фиксировать. Фамилия. Ибрагимов. Ибрагимов. Марат. Пожалуйста, Марат. Граница – это определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Все, спасибо за отчет. Так, ваша фамилия? Юркевич Евгений. Как? Юркевич Евгений. Юркевич? Евгений. Евгений, так? Начало чистой от детей, потому что она простая непосредственность, и нам нечего сказать, сказать нам больше нечего, что оно есть чистой от детей. Вот, смотрите. Так, ну, зачет с этой... с недостатком. Нам нечего. Не надо себя принижать. Так, пожалуйста. Называйте фамилию и имя. Витухина, Евгения. Витухина. Не понял. Витухина. Витухина? Да. Евгений. Имя? Евгения. Евгения. Все ясно. Как говорится, вы что, договорились? Так, давайте ваше ключевое слово выступления. Ну, по-быстренькому отмечу, что наличное бытие – это результат снятия и остановления. Так. И это означает, очень важно в этом месте понять, как мне кажется, что раз мы сняли... Вы сняли? Ага. Рассматривая умственным взором категорию становления... Вы о себе будете рассказывать или о логике? Давайте о логике. Так вот, рассматривая умственным взором категорию становления, мы видим, что она... Ну, мы... Окей. Я думаю, мы... Когда настаёт становление... Становление стало ставшим. Оно стало. Да. Это что значит? Это наличное бытие. Вы уже сказали. А зачем вы тогда добавляете что-то к этому? Давайте на этом остановимся. Я поставлю вам зачёт. А лишнее говорить не надо. Лишнее можно... Знаете, как человек на себя наговаривает, а потом... Проблема. Важно просто то, что в этом наличном бытие есть ещё кое-что налицо. Да? Да, конечно. Налицо бытие. Налицо бытие, а не налицо ничто. Что? А не налицо ничто. Значит, для того, чтобы... Налицо есть другое слово. В нём. А в нём есть... Ничто. Ничто. Вот такое, что в нём и называется небытием уже. И тут очень важно. А не ничто, оно уже. Оно небытие. Ну... Видите разницу? Отрицание бытия. Небытие, соответственно, да, конечно. Отрицание бытия в самом бытии. Да. Зачёт. Очень важный момент. Всё, зачёт, зачёт, зачёт. Что в этом наличном бытии... Сейчас что-нибудь скажите, что я уже скажу. Незачёт. Ну, это очень важно. Да, пожалуйста. Да. Да. Очень важно тут быть диалексиком. Понимаете? Так. Ваша фамилия? Шатохина. 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 А имя? Ирина. Ирина. Так. Наверное, не знаю, что скажут. Ну, что, сначала начать, как все... Нет, надо вы какую-то такую фразу должны диалексическую сказать, из которой было бы ясно, что вы тут всё поняли, всё присутствовали. Ну, хотите, я другому предоставлю. А вы подумайте, да. У вас пока белое тут место остаётся. Давайте, вот человек в чёрном. Носов Роман. Носов Роман. Почему начало чистое бытие? Чистое бытие – самая простая категория, и про чистое бытие больше нечего сказать, кроме того, что оно есть. Откуда вы знаете, что много категорий, если в самом начале? Откуда вы знаете, что это самая простая категория? Вы взяли, перебрали все категории. Вот этот весь перебор категории – это предшествует, что ли, тому, чтобы вы сказали? Зачем это всё лишнее? Это лишнее вы нанесли. Поэтому зачёт я вам ставлю. Я говорю, но делаю вам замечание, не надо притаскивать то, что не нужно. Вот это вот есть бытие и всё, без всякой дальнейшей. Без всякой дальнейшей. А вы говорите, самая простая категория. То есть вы слишком много знаете про все категории, знаете, что она вот самая простая. Она простая, там нечего созерцать всё. А это там другие категории, дойдём до них, будет разговор. Пешков Вячеслав. Пешков Вячеслав. Я бы хотел дать определение, определение. О, замечательно, давай. Определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечто. И сущность там находится в единстве с другим моментом данного нечета, с в нём бытием. Ну вот у нас есть проректор по общим вопросам. Она могла убедиться, как чётко люди с учётом времени, ситуации, отвечают. Зачёт. Остался у нас последний. Да, я. Ирина Шатохина. Да. Ваше слово, товарищ Малкин. Моё слово. Ну, о чистом бытии. Ну, давайте. Сначала это. Будь си. Будь си. Да, о чистом бытии, правильно. Да, сначала. Это не разница, результат. Мы можем сказать о нём только то, что оно есть. И? И что ещё? Значит, это и есть вытиём. Да. Но поскольку это единственное, что оно есть, поэтому оно чистое. Оно не развитое, оно есть. Оно вначале. Ну, я бы добавил, что поскольку мы в самом начале, то больше то, что вы показываете, и то, что вот, товарищ Чевленев, они всё читают, всё читают, изучают и внимательно смотрели. Геннадий Бобенко был? А? Геннадий Бобенко среди работ был. Просто он весь час спрашивает, был ли он? Вот, да. Геннадий Бобенко. Переживай. Геннадий, я не покажу. Алексей Бобонов уже узнал, что он не знал. Значит, сразу хочу сказать, в случае возможных сбоев. Какие бывают сбои? Бывает, что не открывается. Допустим, признали, а? Не в той. Не открывается. У меня, например, одна там какая-то совсем есть. Одна не открылась. Вот я там умудрился как-то из неё выйти, но у тебя может такое быть. Это раз. Во-вторых, бывает, что вот у нас сегодня последний перед зачётом день. И поэтому вот хорошо, так сказать, у меня сегодня была возможность посмотреть. И я сегодня проверял всё это дело. И вчера проверял, потому что мне пачками отправлял товарищ Мордовин это всё. А я, соответственно, это всё распечатывал, проверял и так далее. Но может получиться, что вот время приходит, уже не успеть. Значит, мы принимаем такое решение, что в течение недели можете продолжать, кто не успел или кто не, не, так сказать, может убедиться. Присылайте. Мы будем проверять. Валерий Александрович будет направлять мне. Я буду проверять. Вот. Поскольку я заменяю Кирилла Валерьевича, а так бы он это делал, а так я это буду делать. И пока. И, так сказать, отнесёмся к этому спокойно. Если вдруг какие-то есть сбои, для этого надо сообщить Валерию Александровича или другим путём каким-то образом сообщить и прислать ещё раз. Ну, вы видите, то, что ко мне попало, я проверил. Не попало. Ну, это тут много всяких бывает моментов. Иногда я бывает думаю, что отправил письмо. Мне говорят, Михаил Васильевич, потом человек на следствии. А где ваше письмо? Как вы говорили? Я же отправил. Ну, чего не отправили? Я смотрю, да, всё напечатано. И в черновиках отличное такое письмо хорошее. И уже опоздало. Так что у всех это может быть. Значит, мы должны это просто задублировать и сделать так, чтобы всё это прошло. Товарищам ленинградцам большое спасибо. Вы поняли свою миссию. С одной стороны, вам было очень трудно, с другой стороны, вы присутствовали при своём этом действии. Это, так сказать, для учёбы это полезно, безусловно. Так что вы среагировали очень правильно, чётко и ясно ответили. Потому что большего на зачёте это и не требуется точно ответить на поставленный вопрос. Спасибо большое всем. Я застрял на отталкивании и исключении, да? То есть я не могу понять, что есть исключение. В чём? Ну, здесь вы отталкивание и протяжение, понимаете? Не в физическом смысле. Я понимаю. Не в физическом смысле, да? То есть многие одни. Он отталкивает себя, соотносясь с самим собой, отталкивает одно же. Он рассказывает, что такое отталкивание. Непосредственно находит в наличии то, что им отталкивается. Если оно находится то, что им отталкивается, оно оттолкнуть может только то, что есть. То, что находится в наличии. Поэтому вот это действие, которое состоит в том, чтобы отрицать то, что отрицается, есть отталкивание. А исключение вот именно само? А притягивается, когда оно есть движение к одному, превращение в одно. То есть оттолкнуло. Есть некоторая множественность и полагание множественности в одном. Это есть притяжение. И наоборот, из одного, из выталкивания, так сказать, из одного, вот, многие одни. Поэтому определение оно исключает. Одно отталкивает от себя только непорожденные им, неположенные им многие одни. Вот это отталкивание. Оно не из себя порождает, а вот непорожденные им, неположенные им многие одни. И это отталкивание, взаимное или всестороннее, относительно оно ограничено бытием одних. Если есть у вас одни, то если они расходятся, это отталкивание. А если они стягиваются, то это притяжение. А именно исключение? Исключение – это отдельно. Исключение одного – это вам надо разбираться. Это же этому посвящено, вот, целый вот этот кусок. Правильно? Исключение одного – как происходит? Происходит так, что, если это одно, чего оно так исключается? Граница лишается или как? Или оно исключается таким образом, что его забирают? Я просто понимаю, что отталкивание – это есть некоторое взаимодействие. Это одно, что относится с одним. А вот такое исключение, это я вот сейчас сразу не скажу. Где он говорит? Мне где-то, когда будешь, а мне хоть к вечеру. Вот отрицательное отношение одних друг к другу, есть лишь некое слияние с собой. Это то лицо, в котором будет их отталкивание, есть снятие их разницы и внешности, которые они, как исключающие, должны были скорее удержать по отношению друг к другу. А вот снятие их разности и есть их исключение. Раз, сняли их разницу, и… И они вот эти два превратились в одно. Снятие их разницы. Ну, когда слово «снятие» говорится, значит, оно и удержание. Потом, опять и снятие, но потом можно вспомнить, что оно снималось, потом оно снова отталкивается. Вот это все. Редактор субтитров А.Семкин